Здарова, братцы! Меня зовут Иван Емщиков. Это подкаст «Проветримся». Если вы можете нас слушать на свежем воздухе, сделайте. Это морские котики в процессе подготовки выяснили, что если ты занимаешься какой-то физической активностью и одновременно интеллектуальной, то польза от одной и второй активности буквально прорастает друг в друга, наблюдается синергия, и вы становитесь и спортивнее, и умней. В общем, сегодня мы продолжим говорить про образование. В прошлом эпизоде у нас была Маша Грекова, и мы как-то так покасательный зацепили тему образования. И я подумал, что нужно позвать кого-нибудь, кто нам расскажет, как вообще устроено образование, что это такое, что с ним будет в 21 веке. И у нас сегодня человек и пароход Миша Свердлов, автор телеграм-канала «Образование», которое мы заслужили. Я думаю, что в первую очередь я представлю Мишу так, потому что в этом канале он много пишет разного про образование. Вообще у него впечатляющий послужной список разных от тех компаний, в которых он занимался стратегией развития компании и так далее. В общем, сегодня мы с ним в основном поговорим про университетское образование. Миша, привет. Спасибо, что нашел время. Привет-привет. Спасибо большое, что позвал. Очень рад оказаться на свежем воздухе и поделиться тем, что у меня есть. Ну, мы открыли форточки. Значит, да, сейчас... Это был намек на душноту, да? Окей, ладно. Буду стараться быть не душным. У нас слоган подкаста «Не будьте такими душными, давайте лучше проветримся». Так что... Миш, давай начнем с азов. Есть три слова. И как вот в фильме «Кинзадзай» говорил, если этот пацан говорит на языке продолжение, о котором их не знает, вот мне кажется, люди, когда говорят про образование, путают три, на мой взгляд, разные вещи. Образование, обучение и воспитание. Вот давай начнем с того, что ты скажешь, как тебе кажется, чем эти три вещи различаются и в чем они похожи. В общем, что это такое? Образование, обучение и воспитание. Ну, смотри, на самом деле, если мне не изменяет память, то определение образования – это обучение плюс воспитание. Вот так вот люди умные, ну или мудрые, я не знаю, насколько там они были умные, определили это в словарях. И здесь возникает очень большая проблема в целом дефиниции, потому что что такое обучение и что такое воспитание. Можно определить, но это вот такое определение пистолярного жанра. Ну, ты же скажи для себя, ты же как-то внутри себя это чувствуешь. Вот расскажи. Нет, да, смотри, вот как бы если мы говорим про меня, то, как я уже говорю, что образование, собственно говоря, обучение плюс воспитание для меня – это ок с точки зрения терминологии. Дальше обучение – это способ получения. Здесь очень важный момент, что это не только передача, но и получение, потому что это взаимный процесс, когда один отдаёт, другой принимает. Знаний и переводок в навыки – идеальная история. Значит, и, собственно говоря, воспитание, я не знаю определение воспитания, которое я бы готов был сформулировать, потому что мне кажется, что воспитание – это и про этику, это и про эмпатию, это и про разделение ценностей общества, в котором ты живёшь, и как бы следование законом, либо попытка изменить эти законы, если ты считаешь, что они несправедливые и так далее. То есть это вот набор вещей, которые сопутствуют человеку в социуме. И при этом, на самом деле, вот этот вот момент воспитанности, твоей воспитанности из одной стороны, вот мы как два человека, которые родились в одном месте, пригодились в другом месте, да, то есть понимаем наверняка, что условно там нормы воспитанности, условно российские, не работают в Америке и в Германии, да, и наоборот, ну там немецкие, условно, и американские не работают. Это отдельная история, я имею в виду, что ну как бы регион от региона, там, да, на одном районе одно, на другом районе другое воспитание, вот. И поэтому мне очень сложно судить о вещах, я такой, знаешь, я, типа, местами сухой технарь, такой технократ, наверное, да, то есть не технарь, а технократ. То есть вот для меня должны быть четкие критерии. Вот если ты как организация, как человек не можешь сформулировать, как ты поймешь, что будет на выходе, то для меня, соответственно, неважно, там, ты красиво определил, некрасиво определил, ну, соответственно, вот у меня нету критериев, вот там раз, два, три, четыре, пять, четких метрик, показателей того, что такое воспитанный человек, а что такое невоспитанный. Вот он ругается матом, а то он же воспитанный или еще невоспитанный, да, или наоборот, не ругается матом, он уже молодец или еще нет, и так далее, да. То есть там, не знаю, вот он там как-то, как Решковец говорил, съел собаку или не съел собаку, да, ну и так далее. Вот, и здесь достаточно много вот этих вот срезов, как он взаимодействует с взрослыми людьми, ну, там, с уважением, без уважения, да, и надо ли с уважением, да, то есть там, если надо ли выкать, надо ли тыкать, как он взаимодействует с детьми. Вот эта вот вся история с воспитанием, она для меня очень такая, ну, типа, не структурированная. И поэтому, когда, например, мне в вузы говорят, что вот мы занимаемся фундаментальным образованием, а школы говорят, мы занимаемся воспитанием ваших детей, я такой, типа, ну, во-первых, я вас не брал на работу, чтобы вы занимались моим фундаментальным образованием, а вас в школах, чтобы вы занимались воспитанием моих детей, потому что я сам готов справиться с воспитанием своих детей, слава богу. Вот, и, соответственно, мне важно, чтобы вы их учили там в школьной программе, а в школьной программе нету предмета воспитательной работы, скорее всего, да, то есть есть педагоги по воспитательной работе, но вот это вот воспитание, оно всегда уходит либо в какую-то там пропаганду, в патриотизм, в что-то еще, либо в какие-то непонятные истории о том, я не знаю, что там можно говорить в подкасте или нет, уже сейчас все будет слушать в разных странах. Ну, в общем, слушать будут в разных странах, не очень хочется подвести нас под какие-то ненужные статьи, которые появились в разных законодательствах разных стран не так давно. Поэтому, в общем, мне кажется, что детям в школе должны рассказывать про мир вокруг, желательно в удобном формате для них с точки зрения форм-фактора, потому что они выросли там с гаджетами, выросли с телевизором, с Нетфликсом и так далее. Для них как бы, как вот сейчас пытаются в очередной раз запретить телефон в школе в России, такой, ну окей, ну так вы же боретесь сами с собой. Ну, то есть, как бы, зачем? Ну, то есть, давайте запретим паровой двигатель, давайте запретим интернет, ну и так далее. То есть, я утрирую, но как бы... Ну, слушай, есть общества, которые довольно преуспели в этой дороге. Вот в Штатах есть такие амиши, они, по-моему, пуговицы, они на пуговицах остановились, они вот дошли в технологическом развитии на пуговице, потом такие, ну вот пуговицы, это уже перебор, ребята. Тумач, тумач, да-да-да. Ну, смотри, это останавливаться можно, но ты же как бы говоришь про амиши, они очень классно, кстати, выглядят, они иногда, ну, иногда на повозках ездят, на уши диагнозы, они машинами часто не планируются. Ну, потому что двигатель внутреннего сгорания, это уже явно после пуговицы. У них, мне кажется, я считаю, что это хороший такой, знаешь, правило Буравчика, вот как бы. Водораздел. Да-да-да. Ты такой смотришь на объект, и такой, ну, это после пуговицы, это не для меня. И нормально, в принципе, удобно. Вот. Ну, амиши – это их собственный выбор, как бы, да, но ты же, мы же в странах, где есть не только амиши. Вот. Собственно говоря, они тоже живут в стране, где есть не только амиши, но стараются максимально себя вот это, бабализировать, да, вот этот вот бабл из себя загнать и, собственно говоря, сказать, что, ну, типа, все, что вокруг, нас не интересует. Будем одним-то глазком смотреть. Вот. Мне кажется, это проблема всех таких, ну, маргинальных в хорошем смысле сообществ, которые, ну, объединяются по какому-то признаку и, собственно говоря, там, по какому-то признаку. Слушай, ну, я вот зафиксирую, что с образованием я не согласен. Я чем дольше смотрю на образование, тем больше склоняюсь к тому, что образование – это социальный институт фильтрации людей. Вот. Это некоторый социальный ритуал, на основании которого тебе выдают определенные credentials, да, то есть, не знаю, вот, опять же, в фильме «Кинзадза», почему я вспомнил в начале нашего разговора, там было общество с цветовой дифференциацией штанов. Вот, значит, если у тебя немного коцей есть, значит, ты можешь желтые штаны носить, по-моему, а если много, то красные, и оцелоп не имеют права тебя бить по ночам. Вот. Гениальный совершенно фильм «Данелли», на мой взгляд, хорошо для меня иллюстрирует, что такое образование. Вот образование для меня – это такие красные штаны. Вот если ты закончил определенный университет, ты дальше ходишь с вот этим клеймом, если угодно. И люди, которые, значит, по каким-то причинам считают, что вот это клеймо – это знак качества, они заведомо относятся к тебе иначе, чем к человеку, у которого такого значка на груди нет. Мне вот так кажется. И тут должна быть шутка рекламы Гарварда, когда буквально на неделю назад, ну или когда там будет выпуск подкаста, там, несколько недель назад, скажем так, директора, президента Гарварда, уволили по статье о том, что она сплагиатила все свои четыре работы, ну или там 11 было работа на самом деле. И тут возникает вопрос, что не пошел ли мир образования по каким-то популистическим историям, про инклюзивность, допуск до профессии, до педагогического коллектива, и в принципе внутрь себя людей, по принципу того, насколько ты, как бы сейчас такое, наверное, резко слово будет, угнетен, да, в разных разрезах. И там, чем больше у тебя звездочек стоит, то есть это вот как есть такая неполиткорректная шутка, наверное, по крайней мере в Америке, да, что если ты там черный, инвалид, гей и так далее, да, то у тебя больше шансов, ну суммарно, да, а еще какой-нибудь там, еще что-нибудь, да, то есть вот у тебя шансы существенно повышаются, не исходя из твоих компетенций, не твоего бэкграунда, а исходя из вот этих вот всех наборов, да, как это правильно сказать? Твоих личных отбутов, каких-то свойств твоей личности. Да, свойств твоих личностей, которые сейчас максимально принимаются в обществе. И на самом деле, вот в России сейчас тоже такая же история, на самом деле, мне кажется, она всегда была, да, там сейчас идет война, соответственно, вот ветераны войны и ветераны предыдущих войн, там, и чеченские, в том числе, они имели больше преференции. Или там дети сотрудников МВД. И вот здесь немножко рушится твоя логика, которую ты сейчас закинул, да, то есть что, типа, на мой взгляд, она немножко рушится. В смысле, я не хотел ее рушить, извини. Не-не, все в порядке, давай-да-да. То есть это как бы, что получается, что вузы, по идее, ну, то есть если мы говорим про вуз, да, классический вуз – это набор людей, которые прошли супербольшой отбор, высокоинтеллектуальный и так далее, да. Ну, я себе слабо представляю, если мы говорим про Россию. В целом, да, там, 700 плюс вузов, там, 200 из них коммерческих плюс-минус. Ну, какой там отбор? То есть у нас сейчас сама история с вузами, она, как сказать, деболюлировалась, да. То есть вот эта вот ценность вузовского образования – это просто диплом для мамы, для бабушки. Вот как бы на стеночку. Кроме веткам. Ну, вот смотри, я… Сейчас нужно вклинить, потом ты добавишь. Как раз это, на мой взгляд, пример вкладывается в эту логику. Просто разные общества выбирают разные критерии, по которым происходит отбор. А дальше на основании этих критериев, по итогам отбора – это такой как бы, так как горячая клавиша, да, шорткат. Вот у тебя есть диплом Гарварда, значит, ты подходишь в определенную систему ценностей, значит, ты соответствуешь определенным нормам, которые мы, значит, для себя выбрали как правильные. Будь это нормы, там, что ты ветеран, какой-нибудь войны или… Или просто левой. Да, или просто левой. Ну, просто каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, да. Вот именно поэтому мне хочется разделить образование от обучения и больше сконцентрироваться на обучении, потому что, как ты сказал, вот процесс получения и передачи навыков – это очень интересный процесс. И говоря там про российские вузы, я бы тоже все-таки сказал, что, наверное, 800 вузов – это действительно девальвирует ценность диплома. Но внутри этих 800 вузов мы очень хорошо понимаем, что есть большое различие. И до сих пор, мне кажется, человек с дипломом физтеха или человек с дипломом МГУ или человек с дипломом инополиса воспринимается немного иначе, чем человек с дипломом, не знаю, Орловского государственного коммерческого университета. Оставили в покое Урюпинск. По поводу инополиса, я думаю, что надо будет еще рассказать, что это за университет в целом, то есть что далеко не все работодатели поймут, что это за странное название, аббревиатура это или не аббревиатура. Но как человек, который два года прожил в инополисе, я понимаю про это что-то. Я с тобой согласен с этой точки зрения, что диплом многих вузов будет выше котироваться, чем диплом большинства других вузов. Есть одна небольшая проблема. Кем будет котироваться лучше? Потому что, опять же, если мы посмотрим на структуру работодателей России, то больше половины работодателей это государственная легкая государственная структура. Соответственно, понятное дело, что для них на самом деле просто галочка в деле кадров в самом наличии диплома, она является гигиенической зачастую. К счастью, IT-подразделения не относятся к этому, опять же, зачастую, потому что есть существенный дефицит, и там как бы свои правила игры. Но, например, если ты хочешь пойти на какую-нибудь менеджерскую позицию, скорее всего, если у тебя не будет диплом, бакалавриат или магистратура, то тебя могут там кто-нибудь лечь поперек и положить рядом бутерброд и, в общем, лежать с этим бутербродом поперек. И в какой-то момент времени либо ты сможешь переступить через это тело, либо нет, вот. Поэтому я бы немножко по-другому сделал вот эту градацию. Если мы посмотрим на формат поступления в вузы, например, в России, то это стандартизированный тест под названием ЕГЭ. Я не готов оценивать, хорошо или это плохо, это точно показывает, насколько ты... Это, кстати, верно не только для России, там в Америке есть SAT, по-моему, да. Ну, в смысле, там в Европе тоже есть свои экзамены, там выпускные, либо входные, да. Вот. И тут вопрос возникает в том, что нам показывает, что человек поступил в какой-то вуз, да. Вот если мы сейчас еще на шаг назад сделаем как бы в сторону, как сказать, такую ремарку, то в позапрошлом году произошло знаковое событие в стране, ну, в России в смысле, что количество людей, которые пошли в вузы и которые пошли в систему профессионального образования, в колледжи, в общем, вот в эту систему, да, в СПО, в СПО стало больше. Да, там есть много людей, которые говорят, да это же потому, что люди не хотят идти в 10-11 класс, чтобы сдавать ЕГЭ. И такие действительно есть, как бы люди не хотят сдавать ЕГЭ, поэтому потом после СПО ты идешь сразу в вуз, и как бы все дальше спокойно, хорошо у тебя получается. Кто-то говорит, потому что... Еще почему-то, да, там есть аргументация. На мой взгляд, аргументация очень простая. Люди беднеют. С одной стороны, им надо быстрее выходить на рынок труда, а на рынок труда выходить без какого-либо образования, ты пойдешь там, я не хочу никого обидеть, ну, там, типа, продавцов в пятерочку, да, там, да, то есть тебе когда не надо какого-то профессионального образования. То есть, собственно, нужны навыки, в первую очередь, которые востребованы на рынке, и неважно, как ты их получишь. Абсолютно, да. При этом ценности вуза, она тоже непонятная, да, то есть для студентов вуза, потому что открываю исследование, которое сделали пять крупнейших федеральных университетов. Балтийский, Дальневосточный, Казанский, Северо-Восточный, Сибирский и также Томский университет. Значит, и еще какие-то там были маленькие, но не важно. Значит, декабрь 22-го года, год назад, да, процент людей, которые первокурсники, их опросили, да, нормальные социологи были, вроде бы, не проверял, но кажется, что адекватные. Мотивы первокурсников поступления в вуз. 59% получить специальные знания, 54% улучшить шансы на трудоустройство, 44% это неожиданность, вырасти как личность. Не знаю, как они выбирали вуз, если честно, вот по этому критерию, хотя бы предыдущие два понятны, а как вот по этому непонятно. Это очень круто. Подожди, 44% это на первом месте, на третьем месте, да? На третьем месте, да. Получить жизненный опыт, 29%, развить универсальные навыки. Не знаю, это похоже такие, мне кажется, некоторые ответы люди просто кликали, потому что они кажутся интересными. Значит, расширить кругозор, в общем, по 4 года расширять кругозор, это хорошая история. Войти в культурную и образованную среду. Культурную и образованную. Помнишь, мы говорили про воспитание? Видимо, есть какое-то там ожидание, что культура и образованность будет. Здесь, мне кажется, есть 15%, к счастью или к сожалению, не знаю. Ну и дальше там интересно, что чтобы не служить в армии, только 9%. Видимо, остальные получили отсрочку до вуза и все у них хорошо получилось. Вот. Не знаю, потому что как бы кажется, что 50 на 50% населения девочки и мальчики, не думаю, что 91% мальчиков прям, ну, в смысле, там, делим на пополам, 41% мальчиков бегут дальше служить. Мне кажется, что немножко статистика другая, но могу ошибаться. Вот. И что получается, что большая часть людей считает, что им нужно получить профессию, да, специальные навыки и знания. Ну, в общем, интересно, что специальные знания, а не навыки. Ну, это тоже интересная история. Да, и лучшие шансы на трудоустройство. Ну, дальше они как бы исправляются, скажем так, мои по ним, картинки мира, да. Вот. И тут возникает вопрос, а что вуз-то дает? Если мы говорим про то, что ты поступаешь в суперпривилегированный вуз, то там, наверное, у тебя шансы повышаются не столько на трудоустройство, хотя это тоже, наверное, да, сколько на стартовую зарплату. Дальше, если что, в этом исследовании говорится о том, что стартовая зарплата, сейчас секундочку, я найду эту цифру. Мы приложим ссылку на исследование в описании. Да, да, ну, там, да, да, в общем, в то же время выпускники Бакавариата 2016 года зарабатывали в среднем 53 тысячи, при этом средняя зарплата на 2021 год, ну, такое такси-исследование, в общем, разрыв там под цифрам, 36 тысяч. Ну, то есть, типа, выпускники вуза получали больше денег, и это, как бы, критерий того, что они молодцы, видимо, надо идти в вуз и так далее. Вот. Это интересный, средств, но здесь, мне кажется, надо вернуться назад. Как люди вообще выбирают вуз? Там другие цифры есть, что там больше половины людей не знают, куда они поступят вот за месяц до ЕГЭ. То есть, они сдают базовое ЕГЭ, а дальше куда получится? Да, и получается, что ты подаешь там в пять вузов или сколько там можно, потом тебя берут в какой-то. Хорошо, если ты подаешь на одни и те же специальности, да, ну, то есть, ты просто выбираешь, ну, как бы, проходишь конкурс между там более крутым вузом и менее крутым вузом, да, в топе твоих приоритетов. Да, ну, а если ты выбираешь там, условно, от профессии слесаря до профессии гинеколога, то это, собственно говоря, немножко странная история будет, и как бы... А много ли таких людей? Мне кажется, что в России, когда я поступал, было, в принципе, довольно понятная история, что там в 10-11 классе люди, которые хотели идти в высшее образование получать, они все-таки как-то фокусировались, ну, на какой-то более-менее понятной тематике. Там... Я сдавал ЕГЭ? Да, я сдавал. Я был одним из первых, мне кажется, поколений людей, сдававших ЕГЭ. Я поступал в 2005 году, тогда ЕГЭ только начиналось, но нам еще его не это... Я делал в Петербурге, и мы были как бы пробным потоком, когда Петербург и еще несколько городов России, значит, уже завели в ЕГЭ-систему. Я помню, что на физфак, куда, значит, я принес документы, у меня был там русский язык 76 баллов из 100, долго и с интересом изучали. Какие слова ты сделал? Какие слова ты сделал ошибки? Нет, нет, потому что на физфак, по-моему, проходным было что-то 20 с чем-то по русскому языку, потому что, в общем, отбирали вторую очередь, ну, физику, математику, а 76 это какой-то был нездоровый. Нет, просто на самом деле, я думаю, что потом это, наверное, действительно пробный был заход, потому что потом же стало так, что тебе важно не каждый отдельный экзамен, а в том числе и сумма, и получается, что ты как бы рейтинг идешь по трем предметам. Если у тебя 25, то ты будешь где-то там непонятно где, даже если у тебя физика на 100 и там математика на 100 и что-то. Да, тогда, ну, я говорю, это тогда только внедряли. Смотри, ну, вот по поводу вот отбора, собственно, это то, что хочется обсудить и обсудить вот в каком контексте. Я всегда говорю студентам и там всем говорю, что знания, они как права, да, вот есть выражение, что права не дают, права берут. Вот знания в этом смысле также устроены, на мой взгляд, да, знания не дают, знания берут. И да, конечно, любая образовательная среда может быть устроена так, что взять их легче или сложнее, но мне вот кажется, что это некоторая иллюзия, что кого-то чему-то можно научить. Мне кажется, что можно только научиться. Вот что ты про это думаешь? Смотри, я думаю, что можно научить в целом, но как-то рецепиент, да, правильно же это, то есть человек, который получает эти знания и навыки, он должен быть готов, ну, потому что иначе это будет изнасилование. Ну, то есть у нас еще там Илон Маск еще не дошел до того, чтобы вот этот вот нейролинк все-таки вставлять куда-то дальше, чем свинюшек. Я очень жду, когда это все-таки наступит, эта реальность, потому что многие вещи, мне кажется, можно не изучать, да, потому что зачем? Будет у тебя просто поиск по базе данных, и хоть как бы не говорили, что люди тупеют от того, что информация становится доступнее, но другие навыки начинают развиваться, и софты, и хардскиллы, собственно говоря. Поэтому моя позиция, что можно научить, можно научиться, но в формате, когда ты учишь аудиторию, ты не можешь научить, даже если они все будут суперзамотивированы. Ты можешь научить, когда ты делаешь что-то один на один. И вот на самом деле, мне кажется, что современный мир, он дает огромное количество возможностей, там, с появлением чат-жепи-ти, и не чат-жепи-ти, и чат-жепи-ти просто супердемократизирует эту историю с персональным обучением. То есть ты можешь там до посинения спрашивать чат на тему того, объясни мне вот это, я не понимаю. Он тебе объяснит там как пятилетнему ребенку, как собачке, как кошечке, как космонавту, как физику ядерщику. Это реально очень крутой лайфхак для родителей, да, вот вы можете прямо написать чат-жепи-ти, сделать отдельный чатик и говорить, этот чатик, значит, в котором ты все объясняешь ребенку, которому пять, вот если вашему ребенку пять, и, да, и буквально там, а ну-ка объясни мне, как устроена квантовая запутанность, так, чтобы я пятилетний понял. И оно круто делает, реально очень круто. Да, тут я пришел к, мы живем в районе, тут такой странный интеллектуальный район, тут очень много людей работают на НАСА и на другие разные департаменты в США, такие, ну, типа, наукоемкие, скажем. И, собственно говоря, я пришел там к ребятам домой, у них там набор книжек по космосу для трехлетних детей. Такой, что? Там черные дыры рассказывают, как чтобы они поняли вот это все. То есть там еще до ЧАДЖИПИТ, а ЧАДЖИПИТ это отлично делает. Так вот, соответственно, возникает вопрос, значит, персонализация это хорошо, но дальше возникает история, что персонализация, она как раз дает тебе возможность решать, мне кажется, основную задачу образования, мотивацию. Ну, потому что она у тебя даже может быть на старте, ты можешь быть супер замотивирован, но мотивация штука такая, она вот, да, сегодня есть, завтра нет, завтра ты впал в депрессию или там, не знаю, погода за окном плохая и у тебя не мотивирует. А учиться тебе надо постоянно, у тебя же нет такого, что ты можешь сегодня учиться, завтра не учиться. То есть у тебя есть какой-то процесс, образовательная траектория, которая ведет тебя из точки А в точку Б, если мы говорим про стандартизированную систему, она ведет тебя от начала к диплому, дальше на работу в идеале, если там люди, которые проектировали этот процесс образовательный, у них там все было хорошо и они подумали про тебя. Ну, что, к сожалению, сегодня в России на самом деле не происходит, потому что я вот вообще сейчас могу огульно сказать, что нету вузов реально. Есть отдельные преподаватели, есть отдельные профессии, которые хорошо синхронизированы с реальностью, реальностью рынка. Даже из тех, тебе будет в 90, наверное, процентов курсов давать вот этот фундамент, который потом ты будешь разбирать. Не знаю, ты пользовался, ты, наверное, можешь пользоваться интегралами, потому что там статус сайенсом работает. Так жизнь моя сложилась, да, я понял. Да, так жизнь моя сложилась, да, но я, например, выбирал вуз еще, кроме того, что он должен быть интересный, я выбирал, где нету химии и супрамата, потому что у меня по химии единственная четверка была в дипломе, да, серебряный металлист, вот, и как бы у меня была пятерка до 11 класса, потому что я там спалил преподавателя, что я через плечевую отличницу списывал эту химию. Не мой предмет просто был. Все остальные предметы у меня хорошо давались, а вот химия вообще мимо была. То есть я там олимпиадник по физике, по астрономии, по математике там, а вот это вообще мимо было. Вот. И, собственно говоря, с химией все было плохо, и я пошел туда, где не было химии и супрамата, и, собственно говоря, и хорошо, да, потому что я до сих пор помню, что вот информационные технологии, а я учился на автоматизированных системах управления, АСУТП, да, и, соответственно, в политехе Нижегородском, ну, типа, там было дальше только ВМК, ну, то есть у меня мама заканчивала ВМК, я думаю, ну, в общем, короче, это слишком фундаментально для меня. Если что, Нижегородский политех, это, на мой взгляд, прям сильное Нижегородское учебное заведение. Ну, это, я говорю, второе после ВМК. Ну, то есть я был ВМК в государственном университете, а был технический университет и политех. Вот. У нас там какой-то отдельный институт радиоэлектроники чего-то было, ну, то есть, типа, там достаточно сильная техническая школа. Вообще последние полгода Нижний Новгород внезапно всплыл на радарах, потому что Илья Сацкевер из Нижнего Новгорода, один из фаундеров Аня Коган, которая тоже родом из Нижнего Новгорода. Мы с ней говорили про машинное зрение. Послушайте клевый эпизод. Подожди, давай вернемся к универам. Вот, мне кажется, мы пошли вглубь, а я один момент прям услышал, и мне хочется копнуть в него поглубже. Ты говоришь, обучение не работает в формате, когда ты обучаешь аудиторию. Почему тогда до сих пор большинство университетов мира устроено так, что есть лекции? А посмотри, Доминирова. Вот есть вот нео-университеты, которые перешли от формата таких вот, ну, типа, суперфронтальных лекций в какие-то другие форматы, где тоже есть какие-то групповые истории, но они больше проектно-ориентированные. А расскажи какие-то примеры. Просто мы тоже это делаем вот в технической школе здесь в Вюрсбурге. Я тоже могу какие-то рассказать. Вот, допустим, я один курс читаю сейчас, вот завтра у меня последняя лекция в семестре. Мы устроили курс так. Я читаю вводную лекцию, дальше я раздаю ребятам научные статьи по тематикам курса, начиная с Шеннона, с 40-х годов 20-го века, и дальше мы потихонечку-потихонечку-потихонечку движемся до конца. И ребята разбирают статьи и на лекциях рассказывают, как поняли статьи другим ребятам. Плюс делают разного рода проекты. И по итогам курса мы оценим человека по портфолио. Здесь вот один из видов экзамена это портфолио, когда человек собирает некоторый набор артефактов, которые он руками сделал, ну, руками и головой сделал там за семестр или за два, и после этого профессор с ним разговаривает по поводу этих артефактов, задает какие-то вопросы и ставит оценку за курс. Может быть, еще какие-то примеры не лекционных форматов обучения, которые тебе кажутся интереснее? Да, ну, слушай, давай, наверное, я сейчас приведу несколько примеров. Мне кажется, это не самое главное в жизни, потому что вот эти кейсы, вы можете там смотреть, их, вот, можно подписаться просто на рассылку, мне очень нравится, я там поняли, что я там веду курс, но неважно. Да, в School of Education. У них есть очень классная рассылка, и там рассказывается про разные вот эти NEL-подходы и то, что называется там вот это Learning Experience Design, проектирование, обучение и так далее. Там и школы, и про школы, и про вузы, и там прям и вузы, которые за полярным кругом находятся, какой-то там на Канаде и так далее, и там Норвегии, супер разные подходы. Значит, длинную историю коротко. Мне кажется, что работает все, что действительно project base, да, то есть пока ты, вот, и работать на самом деле в том числе в профориентации. Мне очень грустно видеть, что дети в старших классах, они ведутся на родителей, ну, значит, в династии. У меня врач был папа, врач была мама, бабушка была тоже врач, и я стану врачом. Это может быть прикольно, да, но это не выбор человека. Мне кажется, что сейчас, во-первых, мир такой, когда люди начинают менять профессии достаточно часто, то есть если раньше ты там получал профессию и жил с ней всю жизнь, да, то есть сейчас ты можешь за жизнь прожить там 3-4 профессии, совершенно разных там, да, как я говорю, от слесаря до гинеколога. Вот, и это на самом деле происходит, мне кажется, по двум причинам, сейчас в сторону ухожу, да. Мне кажется, куда драматичнее история, когда от гинеколога до слесаря. Слушай, ну... И, кстати, я хотел бы тут тоже заметить, что мне кажется, вот тебе не кажется, что это же миф такой, то есть вот если почитать биографии какой-нибудь, знаете, Джека Лондона, то он же там 20 профессий сменил, а в итоге стал писателем, да, если посмотреть на какие-то биографии, там, не знаю, Шкловский, Виктор Шкловский, да, как бы вот он, не знаю, величайший теоретик формализма в литературе, но при этом он еще был эсером, политактивистом, политзаключенным, командиром танкового, значит, расчета в гражданскую войну. Сейчас тоже можно быть командиром танкового расчета, врачом. Нет, я имею в виду, что вообще история про смену профессий, я имею в виду, что мне кажется, что вот эта идея, что вот мы живем в мире, в котором теперь профессии меняются, ее кто-то когда-то придумал, она классно звучит, но если ее палочкой потыкать и отмотать на 100-200 лет назад, то мне совершенно не очевидно, что это правда. Ты же берешь ошибку выжившего, ты же берешь какие-то такие выхлесты. Ну, то есть, в целом, ну, посмотри, какое количество записей в трудовых книжках было у наших родителей. А ты считаешь, что это связано с... То есть, ну, давай, я поиграю в эту игру. Мне кажется, что это связано с общественной структурой и с вот этим азиатским подходом к пожизненному трудоустройству. То есть... Я думаю, что это связано с анертностью общества. С анертностью общества. Окей, хорошо. В обществе. Мне кажется, что просто общество, в котором появились трудовые книжки, это заведомо такое общество, в котором записи в трудовой книжке будет меньше, чем общество, в котором их нет. Просто потому, что оно заведомо пытается... LinkedIn — это тоже трудовая книжка. Он тебя пытается... Чего? LinkedIn — это тоже трудовая книжка. Она работает немного по-другому. Она работает... Это трудовая... Это скорее такой бортовой журнал человека, да? То есть я сам вписываю в LinkedIn свои опыты, не работодатель меня туда вписывает. Это не... Правда, это правда. Потому что в России там иметь две трудовые книжки, в одной ты слесарь, в другой гинеколог. В целом, там, как бы, у тебя там чередуются по настроению. Вот. Ну, сейчас уже там цифровая, может быть. Окей, ну, хорошо. То есть тебе кажется, что это правда, что вот эта какая-то смена парадигмы случилась и множество карьер — это как бы вот действительно реальность 21 века? Мне кажется, что да. Но так же, как в 50-е годы предыдущего века в Америке там женщина не только местами не могла голосовать, но она еще и работать не работала. Не потому, что ей нельзя было, а потому, что вот так было принято, да? То есть, соответственно... О, ты сам сказал про 50-е годы. Великий фильм недавно вышел, год-два назад, называется Hidden Figures. Значит, спрятанные фигуры. О, это супер. Это про... Чернокожих женщин, которые стали программистными. Чернокожих женщин в НАСА. Да, в НАСА. Которые проектировали, да, да, очень крутой фильм. Это же 50-е годы женщины, которые вели условия... Но они были все-таки около математики, насколько я помню, нет? Они занимались подсчетами, они назывались calculators, то есть, они умели пользоваться какой-нибудь логарифмической линейкой, и, по сути, их навыки математики были близки к навыкам математики современного бухгалтера. А потом они увидели, что появляется компьютер, и сейчас их всех уволят, и очень быстро переквалифицировались программистов. И там есть классный эпизод, собственно, в фильме, что женщина-руководителя этого юнита, ей не удавалось взять книжку, потому что она была чернокожая, я в библиотеку, ее не пускали. И туалет был на другом этаже, к сожалению. Да-да-да. Другой пример, который я могу... Я могу привести пример своего собственного деда. У меня, значит, дед закончил Ленинградский электротехнический институт, ЛЭТИ, который потом во времена моего папы называли в шутку ленинградский эстрадно-танцевальный в связи с большим количеством самодеятельности. И закончил он ЛЭТИ, а после этого, вместо того, чтобы идти в аспирантуру, пошел электромонтером на ледокол, потому что хотел увидеть север. Три года отработал электромонтером, потом... Все-таки близко к его специальности, нет? У них наверняка был там вот этот все блок, связанный с... Да, близко! Ледокол-то просто место применения, да? Смотри, я понимаю, про что ты говоришь, и здесь... Ну, мне кажется, что все-таки очень сильно меняется... Вот когда мы говорим про воспитание, оно все-таки... Вот воспитание... Ну, мое мнение, что воспитание все-таки идет из семьи, а не из школы, да? То есть тебя воспитывают в школу или улице, это, значит, из проблемки, в общем, мне кажется, в семье, да? То есть понятное дело, что все раньше гуляли, там, сбрось мне воду, там, Миша выйдет и так далее, во дворях там постоянно, но все равно как бы семья задавала какую-то тонну и правила игры, и, в общем, давала какую-то рамку. И вот есть этот стереотип. Мы когда делали исследование большое в SkyPro, это вот такой форк Skyeng на тему как раз профессионального образования Университета рентабельных профессий, собственно говоря, мы когда исследовали нашу целевую аудиторию, было суперочевидно, что люди не верят в онлайн, они верят в оффлайн. Почему? Ну, потому что так вот мои деды учились, поэтому... Это ровно оттуда, да? То есть плюсом есть неудачный опыт как раз пандемийного года, когда всех вот в этот вынужденный онлайн окунули, да? Прямо как вот реально окунули. В общем, не туда, куда хотелось бы, да? А на самом деле онлайн, он же другой. Онлайн предоставляет огромное количество возможностей для персонализации, для преподавания суперклассным людям в другие классные места географические и так далее, да? То есть там автоматизация, тренажеры, все, что хочешь, да? Это вот все... Всего в классе ты с Марьей Петровной или с Федором Никитичем не сделаешь, потому что у них рук столько нету, да? То есть у тебя там 30 человек сидит, на последней партии они там галдят, на первой партии они пытаются там транспортировать друг другу, а здесь в смысле этим, как его? Ну да, вообще убить друг друга транспортиром, там глаза выколоть этим, как это называется, в общем, не помню, штангенциркуль, да, вылетело, вылетело, да, уже. Вот, почему есть такое, есть, которое с двумя иголками, а есть, которое еще рисует, вот, да, как-то один из них штангенциркуль, а другой из них вообще вылетело. Я тоже этим занимался, видишь, как это начерчение. Вот, и как бы, и дальше-то, а еще есть огромное количество бумажной работы, которую почему-то все еще не автоматизировали, тебе надо какие-то отчеты писать. И получается, что, ну, занимаются ли они вообще воспитанием, да? Вот, у меня было там, мне пару раз ставили двойку за поведение по математике. Ну, типа, математика, двойка за поведение. Почему? Ну, потому что я там за кем-то бегал, а математика у меня была олимпиадная еще раз, да? Я потом весь один класс стоял у доски первое время, потому что у меня моя классная руководительница двойки лезвием стерла, она не математик была, да, то есть она там русский язык преподавала. Потому что мне нельзя было иметь двойки в журнале, потому что я был медалистом. На медаль, идет на медаль, Миша идет на медаль. Ну, и двойка у меня была за поведение, а не за математику объективную. Вот, когда я там дежурил у доски первые две недели 11 класса, каждый день я такой сразу там, Нина Ивановна, или как-то там, Нина Викторовна ее звали. Типа, мне сразу выходить. Привет, Нина Викторовна, если вы нас слышите, Миша передает привет. Да, да. Вот, мне сразу к доске идти или немножко подождать. Ну, у тебя в класс заходил, говорю, можно я сразу на рабочее место? Вот. Ну, там это быстро все закончилось, потому что, ну, типа, меньше четверки не получалось мне поставить, потому что я объективно как бы знал предмет. Вот. Ну, и, собственно говоря. Вот. И, кстати, меня очень сильно всегда триггерит, извини за личный лейтмотив, когда преподаватель говорит про ВУЗ в основном. А знаете, на первый парик приходишь, такой, типа, вот, детишки, знаете, мой предмет не сдает 40% с первого раза. Поздравляю, вы плохой преподаватель. Да, да, да. Я такой, Дима, как бы, я тогда еще как бы, ну, не такой наглый был и не такой созданный, видимо, ну, как бы, у меня возникает ровно такая же история. Ну, типа, я бы таким не гордился, в общем. Мне кажется, что есть проблемки в этом. И ты опять скажешь, что это ошибка выжившего, но я вспомнил пример, который я недавно прочитал, потрясающий Twitter thread про биографию полковника Сандерса. Вот все мы с вами, как бы, если наши слушатели в России, они теперь опять, наверное, ходят в Ростикс, но какое-то время, возможно, вы были в KFC, и там был вот этот бородатый дедушка. Вот у него прекрасная биография. Он в 16 лет вписался в добровольцем в американский контингент на Кубе, значит, служил там, выгребал конский навоз. А дальше я просто прочитаю из Википедии, потому что, ну, это прекрасно. И, значит, будучи демобилизован с почетом и прибыв морем в порт Нового Орлеана, добрался до железнодорожных путей и запрыгнул на проходящий товарный состав, ехавший вдоль реки Миссисипи. На нем доехал до Сент-Луиса, штат Миссури. Затем устроился помощником в кузницу, мойщиком рельсово-подвижного состава на местной железной дороге, а после этого кочегаром в отделение пожарной охраны в штате Теннесси, параллельно обучаясь заочно в университете Ла-Саль в Чикаго, крупнейшем в мире учебном заведении для представителей бизнеса с заочной формой обучения. Из-за драхи с другим работником был уволен, переехал в Арканзас, но, тем не менее, учебу в УЗИ закончил успешно. Поработал на пароходе... ВУЗ, видимо, не знал просто о вот этих проблемах, потому что иначе бы отчислили. Да, да, да. Поработал на пароходе страховым агентом, кочегаром на железной дороге, фермером, шахтером. В возрасте 40 лет начал готовить блюда из курицы, а также другие блюда для тех, кто останавливался на его заправке в станции Корбин, штат Кентукки. Не имел собственного ресторана, поэтому его клиентами были жители близлежащих кварталов. Однако его местная популярность росла, вскоре переместился в мотель с рестораном на 142 места. И, короче, там в какой-то момент он застрелил конкурента, к нему пришел хозяин другой заправки, они повздорили, он его застрелил, посидел в тюрьме, вышел. За это время там то ли долги пришлось заправку сдать, то ли интерстейт проложили. В общем, короче, заправка перестала окупаться. И он в возрасте 70 лет со своим рецептом курицы приехал, по-моему, в Нью-Йорк, накормил своего первого инвестора своей курицей и, собственно, так запустил франшизу Kentucky Fried Chicken. KFC, да. Я все ждал, когда... Да-да-да, запустил франшизу Kentucky Fried Chicken, в которой получил, по-моему, какие-то там 2 миллиона за то, что он стал лицом этой франшизы. Бешеные деньги по тем временам. И с 70 до, по-моему, чуть... Следующий, короче, до смерти. Он ездил по стране, готовил курицу, снимался в рекламных материалах. И, в общем, все... У дедушки все сложилось. Но я к тому, что, в общем, понятно, ты меня опять скажешь, что это ошибка выжившего, но я, когда на такие биографии наталкиваюсь, у меня возникает вопрос. А может быть, вот этот процесс перебора работ сам по себе как... Ну, во-первых, наверняка он как-то меняет человека. А во-вторых, с другой стороны, может быть, вот эти вот выжившие, условно говоря, они потому и выжившие, что они способны мыслить о своей профессиональной карьере? Вопрос. Вопрос. Да. Можно ли это масштабировать? Я с тобой согласен. Ну, это вопрос, который меня очень удивляет. Я думаю, что нет. Вот, мне кажется, я не помню, кто автор этой цитаты, но мне она очень нравится. Я прям видел этот слайд оригинальный, что, типа, хорошие продукты делают те, кто много путешествует и занимается сексом. Да, значит... Что, что, еще раз? Подожди, как... Что? Подожди, слишком быстро. Еще раз. Хорошие продукты... Читай по губам. Хорошие продукты делают те, кто много путешествует и занимается сексом. Прекрасно. Я полностью подписываюсь. Вот. Я тоже подписываюсь. Соответственно, у меня там 72 страны в копилке, на текущем моменте еще много стран. Вот. Значит... Потому что это очень... Твой тиндер-профиль мы тоже можем разместить под видео, если что. Трое детей. Мне хватит тиндер-профиль. Мне уже баловаться. Значит... Не, не надо... Happily married. Значит, так вот о чем я. О том, что у тебя должна быть насмотренность. Потому что, чтобы сделать что-то значимое, то есть два варианта. Да, очень часто, вот там, значит, как бы тебе-то книжки по-американски по успешному успеху. Там, ты делал, 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 потом у тебя умер богатый дядя, и, в общем, ты пришел к успеху. Значит... И это, на самом деле, очень часто так. Да, с одной стороны. С другой стороны, есть обратная история, что есть люди, которые жили там в суперстесненных условиях, и они дошли к успеху реально вот через тернии к звездам. Да, потому что, как бы, я не принижаю то, что у тебя есть там богатый дядя и капиталы, там, у Ина Маска там тоже было достаточно много денег изначально, да, там, убил идеицы. Ну, в общем, у всех этих ребят так или иначе все было неплохо в жизни до этого. и понятное дело, что это не приуменьшает их вклад в мир, в технологии и так далее, ни в коей мере, да. А есть ребята, которые вот там ходили, собирали там, как это, как Познер, да, газеты, газеты носил с утра и, собственно говоря, заработал свой первый капитал. Вот. И тут возникает вопрос, это типа, благодаря ли вы вопреки? Да, если мы посмотрим исследования, то, конечно же, коэффициент успешных людей среди тех, у кого была успешная семья финансовая, намного выше. Ну, прям, там, кратно выше. Ну, вот это возвращается к воспитанию и, смотри, вот в какой-то момент ты упомянул вот эти третие по популярности ответ развиться, как это там было, стать более разносторонней, развитой личностью, как-то вот так люди отвечают. Вырасти как личность. Вырасти как личность, да. Это не открытый вопрос. Ну, может быть, это оно, может быть, люди имеют в виду это, а университеты им это не дают. Я думаю, что проблема университета, если мы вернемся к университету, она все-таки немножко в другом. Она в том, что вот если как бы я не фанат советской системы образования в целом, да, то есть просто в любой системе образования, даже которой я не фанат, мне кажется, надо искать хорошие вещи, да, то есть там всегда можно как бы обосрать. Я за то, чтобы поискать как бы то, ну, такие инсайты, которые могут помочь что-то сделать дальше. В СССР было несколько классных вещей, на мой взгляд, с точки зрения системы образования. Первое, это и институты. Ну, потому что я приехал в Австрию учиться в бизнес-школу, и я офигел, что вообще можно по-другому. Когда ты говоришь про свой университет в Германии и про проектный подход. Я учился в политехе нижегородском, я учился в Нижегородском институте менеджмента бизнеса, параллельно там еще что-то там делаю на психологии. Это были просто фронтальные лекции, приходят преподаватели такой, открывают свою методичку, которую написал 10 лет назад. Мы живем на стыке двухтысячелетий, когда в Наквишве компьютерных технологий. Я это помню, блин, потому что я не мог сдать ему зачет другими словами, потому что он не понимал другие слова, понимаешь? Ну, то есть, типа, человек ввел мне информацию. Ему там было, при всем моем уважении, там лет 70 с чем-то, он по-другому не понимал. То есть, я там до этого пять лет уже в компьютере шарил, да, там что-то делал и мог его собрать и разобрать, а он... Ну, там суперфокарта еще где-то там. В голове причем. В голове. Понятно, что где-то там это в голове. И если ты не теми словами, то просто дырочки не те не пробиваешь. Это был единственный, блин, предмет, который я вот вообще ненавижу, вот эту историю с зубрением. И для меня был разрыв шаблона. Когда я приехал в Австрию, у меня был там курс финанса и пропедаватель такой... Ну, в смысле, там классный курс сам по себе был, да, там он очень такой вовлеченный, там презентации, проекты, расчеты реальных компаний, ну, в общем, не вот какую-то там, знаешь, учебник открыли, читаем 35-ю страницу. Или там, типа, вот моя презентация. Он там как бы у доски-то особо не стоял, он больше с нами в каком-то диалоге находился во взаимодействии, и я нормально могу сейчас рассчитать там и NPV, и ROI, в общем, все, что хочешь, там, что надо рассчитать, там, кэшфлор, кэшфлор и так далее. Вот. И он такой говорит, ну, типа, вы можете ко мне на экзамен подносить все, что хотите. Хотите хоть интернетом пользуйтесь. Я такой, в смысле? Он такой, ну, а какая разница? Я составил вопрос таким образом. Мне важно ваше понимание. Да, мне не важно, чтобы вы там зазубрили, в общем, форму. Пожалуйста, выпишите себе все формулы. Хотите калькулятор? Хотите калькулятор? Ну, что хотите принесить? У вас есть полтора часа, там, 10 заданий, достаточно жестких, ну, таких, в смысле, интенсивных, там, по объему. Если вы понимаете, где искать материал, отлично. Ну, потому что вам, блин, на работе не надо будет приходить на красный ковер и, знаете, NPV равняется, там, бла-бла-бла. Ну, не надо, это просто, я даже не знаю, чем он равняется, да, я потом зайду, загуглю формулу, посмотрю, там, возьму какой-нибудь готовый калькулятор и так далее, какой-то шаблон. Потому что мне важно понимать, зачем это нужно, как это применяется в дальнейшем и так далее. И так по каждому предмету. Я такой, ничего себе. А что, так можно было? Да, у меня есть еще один канал, который я не развиваю, но вот такой, типа, а что, так можно было, забронзированная такая штука. Так вот, и здесь возникает вопрос, а зачем, а, и что еще очень важно, что все преподаватели были практики. То есть они вот там реально вот до обеда работали в конторе, потом приходили на пару часов, читали лекции. Ну, это немецкая система образования, которую Российская империя постаралась скопировать и которую Советский Союз оставил в виде как раз университетов и институтов. Здесь в Германии это называется университет и высшая школа. И фахотшуле называется. Да, вот я работаю в высшей школе и соответственно идея в том, что стать профессором в высшей школе ты можешь только если у тебя есть три или более лет опыта работы в индустрии, плюс у тебя должна быть защищенная диспертация и какие-то нам научные достижения. Так вот, возвращаемся в Советский Союз. Давай вернемся к нашим баранам. Только когда напьюсь очень хочется в Советский Союз. Так. Вернемся к нашим баранам. Так вот, институт университет, соответственно, институт, суперприкладная история. Теперь вопрос сейчас. Нет разделения у нас все вузы, они вот вузы, а есть СПО. И теперь получается, что люди идут в СПО для того, чтобы получить профессию, а в университет, чтобы, в общем, вот стать личностью, судя по всему. Ну, а на самом деле, они тоже хотят... Университет им этого не дает. Подожди, вот ты так прям... Подожди, они ничего не дают. Они ни первое не дают, ни второе. Вот в чем проблема. Понимаешь? Вот у меня вопрос. Можно ли сделать университет, который делает личность? Это вообще интересно. Вообще, ну, они должны быть психологами, они должны быть людьми, которые... Ну, понимаешь, личность, это не сферический какой-нибудь вакуум. Личность это то, что сформировано, исходя из набора, набора, как бы, ну, как бы, вот этих составляющих. То есть, это там твоя семья, твое окружение, твои друзья, твои коллеги на работе, твои... Еще кто-то, кто-то. И задача государства. И вот здесь будет точно пропаганда. Неважно, в какой ты стране находишься, там, в любой стране тебе должны заряжать определенные, какая-то социальные ценности, такие вот общие ценности. Базовое представление о добре и зле, если угодно даже. Ну, например. Вот. И сейчас, на самом деле, очень за последние, там, четыре месяца, мне кажется, представление о добре и зле очень сильно меняется в связи с, там, конфликтами на Ближнем Востоке, с всеми этими митингами противоразистическими, в Европе, в том числе, и там, как бы, мне кажется, там немножко глазки открываются. На мой взгляд, интересно, что там сейчас суд в Гаге скажет, надеюсь, что он все-таки адекватно оценит ситуацию и расскажет, что все на самом деле не так, как пытается доказать ЮАР. Смешно, что это ЮАР говорит про апартеид и геноцид. Ну, ладно. Значит, это лирическое отступление. Значит, тут вопрос как бы в том, что вот эти социальные нормы, они есть, да, и в каждой стране, они там, там на Востоке они условно одни, как бы там восточная история, да, там Россия где-то между, там Арабский мир есть, есть Африка отдельно, вообще огромная история, да, которая в три раза больше, чем Евразия и так далее, да, и по населению в том числе растет активно. Есть Америка, да, есть Южная Америка. Ну, в общем, короче, в каждой стране там свои подходы. Но возникает вопрос, что нету никаких критериев. Вот мы сейчас с тобой уже почти час разговариваем, да, и тоже на самом деле про какие-то конкретику не поговорили. Много очень философских таких историй обтекаемых обсуждаемых. Ну, это мне кажется как раз нормально. Я как раз, видишь, у нас тут расходятся мнения. Мне как раз кажется, я специально хотел с тобой про это поговорить, потому что я знаю, что ты как раз вот технократ, ты сам себя так и определил, а я пытаюсь донести до технократов мысль, что что-то не работает. Потому что ведь Гарвард построили технократы. Вот ведь, 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 ведь какой-нибудь Кириенко не могу прокомментировать, не знаю, не могу прокомментировать. Но Кириенко, он прям технократ, он всегда себя так позиционировал, все вот эти методологи. То есть, мне как раз кажется, что в погоне за вот этими tangible results многие очень люди забыли про вот эту этическую часть, именно потому что она плохо формализуется. И люди такие, ну, блин, ну, понятно же, что убивать плохо, но все же понимают, что убивать плохо, но давайте будем учить людей производные считать. Или там вот, не знаю, рои, или что-нибудь еще. А это оказалось... Мне кажется, что у Кириенко очень хорошо получается как раз пропагандистить, 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 вот эта история. То есть, мне кажется, он очень хорошо понимает веяние народа, ну, вот этот глубинный народ, то есть, вот, условно, мы с тобой там люди, которые там выросли в столичных городах, назовем это так, то есть, ты в более столичном и в менее столичном, вот, хотя Нижний достаточно уездный городок. Вот, ну, я там много в Москве был, там Екатерина Гурина, но неважно. И, короче, когда ты представляешь там свою целевую аудиторию вот в продукте образовательном, она вообще не такая. Ну, то есть, вот я говорю, мы делали исследование, там просто, просто, просто мрак. Ну, то есть, там люди не верят, что можно научиться чему-то и получать зарплату больше 50 тысяч. Просто не верят. То есть, у тебя дальше, еще раз, основная проблема образования это мотивация. Да, ну, потому что, как бы, условно, там время можешь найти, если у тебя есть мотивация, там ресурсы можно найти, если... Но у них нету представления о том, что можно в эту точку B перейти. Значит, мотивация не будет просто. Так вот, именно, ты же сам говоришь, что вот технократы, у которых хорошо получается пропаганда, они победили технократов, которые про это не думали. По сути, вот то, что мы наблюдаем в связи с тем, что вот были технократы, которые заметили, что есть вот это желание стать какой-то, вырасти как личность, есть вот эта потребность в ценностях, есть потребность в ощущении себя вот внутри моральных ориентиров, и те, кто зацепили эту штуку, как бы плохо они ее не зацепили, как бы сильно они ее не извратили, но которые обратили на это внимание, они в итоге получают диспропорциональный рычаг, которым пользуются, ну, на мой взгляд, не очень хорошо. И я очень много ездил по регионам России, я просто вот там, да, как бы когда-то сухого кобылина про Москву сказал, что Москва столица провинции, как-то, столица русской провинции, как-то так, потом, да, 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 потом Петербург взял этот флаг, потом был уже помянутый сегодня Урюпинск, значит, кстати, у нас был прекрасный Вася Дубейковский в подкасте пару сезонов назад, который занимается локальным брендингом городов, и он, собственно, сделал локальный бренд Урюпинск, столица русской провинции, брошу все, уеду в Урюпинск, и так далее. Очень классный чувак, и очень правильно он все это делает. И когда ездишь по регионам, одна из вещей, которая меня всегда поражала, это то, что ты говоришь, что люди боятся мечтать. Мечтатор не вырос просто. Типа там очень сильно зажато, вот так зашорено, просто не видно моих рук, там это аудио. Видно, 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 да. Ну, в смысле, тебе-то видно, я говорю, что не будет видно в аудио формате, но я показываю, что там шора, как у лошади. То есть, типа, если человек зарабатывает больше, если человек успешный, значит, он где-то, в общем, что-то, где-то кого-то убил, изнасиловал, съел, в общем, что-то сделал противоправное. Но ведь это же тоже, вот это как раз измеримый образовательный результат. Ведь это же, наверное, можно решать образовательными продуктами. Мне кажется, это социология. Ну, ты смотри, давай так, мне кажется, вот это как раз история про воспитательный момент, который, собственно говоря, создает инструмент пропаганды, ну, в широком смысле социологичный, не говорю, что он похожий, хороший в данном случае, да, то есть он просто создает определенные ценности в обществе, да. Ну, то есть, соответственно, вот ценности предпринимательства в России нету. Потому что предприниматели это те люди, которые, в общем, плохие. Я ездил в командировку, я в прошлом году ездил в командировку на конференцию в Стокгольм и вспомнил факт, который меня уже один раз поразил, когда я учился в Швеции. Я вторую вышку получал в Швеции, магистратуру. И вот, как это такое, вопрос на эрудицию тебе и нашим слушателям. На него невозможно ответить, но просто, чтобы люди подумали. Вот как вы думаете, как на шведском называется площадь? Как по-шведски сказать площадь? Ну, вот просто задумайтесь так вот. Какое бы слово вы использовали, чтобы на шведском сказать площадь? Подумали? Ну, вот мысленно сделать засечку. Я даже не буду спрашивать. Я скажу правильный ответ. Правильный ответ – торг. Торг. И это слово славянское от слова торговать. Рынок, да? То есть как бы базар. То, что в немецком называется маркт или маркет по-немецки, центральная рыночная площадь. У скандинавов называется торг. И взяли они это слово. У славян, которые приезжали в скандинавские страны по пути из Варяг в греки и торговали на торжище. И слово торг до сих пор есть в шведском языке. Кто рассказал русским, что мы типа не умеем предпринимать и торговать? Ну, дедушка Ленин рассказал. Очень удачно рассказал. Но вообще-то исторически мы торговый народ. Мы живем вдоль рек и торгуем от греков к скандинавам. И такую историю тоже можно легко рассказать. Интересно, что от греков к скандинавам, скорее всего, маршрут шел не через все-таки Волгу и Акула, а как-то там через район Дуная. Ну, типа там, наверное. Нет-нет, через Черное море, ну, так даже Киев тоже, ну, Черное море туда, в путь из Варяг в греки тот самый. На нем, собственно, Русь исключилась. Другой прекрасный пример. Мы не проходим в школе. Это просто разрыв мозга. Прочитайте «Хождение за три моря». Афанасий Никитин. Мы все слышали. Был такой Афанасий Никитин. Написал книжку. Книжка короткая. Книжка просто выносит мозг. Так, значит, этот чувак, он, во-первых, пишет, я, говорит, еще пара русских и несколько московитов. Прикольно, да, само по себе. Типа он описывает, кто у него был на корабле. Я, пара еще русских и московиты. И вот он идет, значит, туда, в Индию. Он там рассказывает много прекрасного, что ему местные платят, чтобы он переспал с их женами, потому что если белый ребенок родится, это классно, значит, прикольно. Он, среди прочего, там есть один момент, который меня просто взорвал голову, я стал копать и офигел. Он рассказывает про Анкор-Кват, по-моему, и говорит, это, значит, ихнее святилище местное, которое все равно, что у русских Иерусалим. И каждый индус считает, как и у нас, что за жизнь хотя бы раз надо его посетить. И ты из этого текста понимаешь, что для Афанасия Никитина съездить в Иерусалим – это маст. Я прочитал это предложение, охренел. И такой, погоди, погоди, стал читать, и я просто тоже очень удивился. Был такой патриарх Никон, который делал, значит, ну там, раскол, вот все дела. И он основал Новый Иерусалимский монастырь. Под Москвой есть Новый Иерусалим. Так это буквально Диснейленд во Флориде. Это буквально, типа, давайте сделаем так, чтобы они не в Иерусалим ездили, а к нам, к Москву. И замкнем рыночные потоки сюда. Тут ближе и удобнее. И Новый Иерусалим был построен для того, чтобы паломники со всей Руси не, значит, не в Иерусалим. Я теперь буду приводить этот пример как классный кейс продуктового подхода. Да, да. Стратегически подумал. Вот. Про Анкроват интересно, что индусы ездили аж в Камбоджу, если я правильно помню. Я путаю, значит, название храма. Ну, не, может быть, ну, короче, храм какой-то. Прикольно. Ну, прикольно. Ну, и тут как бы, ну, давай вернемся к образованию. Вот эти исторические нарративы про самоощущение, они как-то в воздухе разлиты, но их же очень легко сломать, но почему-то никто осознанно этого не делает. Вот нету, я не вижу сообщества людей, которые целенаправленно ломают эти нарративы. Ну, мы же видели последние 10 лет, что происходило с, назовем так, гражданским обществом, которые пытались что-то изменить. Но ничего не получилось, потому что очень сильная там вертикаль, на мой взгляд. Ну, ладно, хорошо. И, соответственно, и получается, что в уши льют постоянно, что по первому каналу показывают, что там вот задержали одного предпринимателя, другого предпринимателя. Сейчас вот заливают про блогерство, да, Близ, аяз, аяз в футболке предприниматель на суде. Ну, в общем, и как бы, ну, в смысле, он-то как раз хотел сказать, что я предприниматель и как бы, что от меня хотите, да. Ну, если мы говорим про аяза, это, мне кажется, вот как раз вот ровно про то, что, во-первых, там, типа, пять человек, которым не понравилось, смогли, ну, не смогли, они, ну, понятно, что ничего нельзя сделать без разрешения свыше, да, и как бы, если сейчас идет действительно травля вот этого, вот этого, как бы сказать, такого фривольного образа жизни, такого богатого образа жизни, да, который тебе показывают все блогеры в основном, да, там, вот я из этого Бентли в этот Рос-Ройс, там, в общем, яхта, шмяхта, тропин, и как бы вот надо, типа, вот скрепы, они не такие, да, скрепы, они про труд упорный, лада, калина и, в общем, обшарпанные стены, ремонт за 10 лет, вот такие скрепы. Так, а что ты хочешь, если у тебя так, в таких, в таких реалиях тебя растят, хотя на самом деле мое детство все прошло как раз в такое, в такое достаточно фривольное, опять же, время, да, то есть, в принципе, слушай, я отлично, я люблю пересматривать видео, когда в студии Первого канала Жириновские сотоварищи болеют за тату и говорят, ну, наши девочки, а там эти закостенелые европейцы вообще не понимают. Это вот, я как раз прям убежден, что на самом деле большинство людей, это хорошо описан феномен социологов, называется спираль молчания, вот я совершенно убежден, что большинство людей, они как раз ближе по базовым каким-то ощущениям мира к тебе или ко мне, большинство людей, думающих на русском языке. Но вот это спираль молчания с одной стороны, а с другой стороны тот факт, что вот те 10 процентов там или 5 процентов, которые продают свой нарратив, они еще с дубинкой это делают, приводят к ситуации, что человеку проще внутри, значит, думать одно, а наружу говорить другое. Вот я почти уверен, что это такой вот, ну... Мне кажется, что когда ты это делаешь, ты в какой-то момент начинаешь верить в то, что ты говоришь. Мне кажется, вот в этом еще есть очень большая проблема. Мы сейчас очень-очень сильны. Давай вернемся к образованию. Давай вернемся, да. Это связано, потому что я на самом деле специально как бы пытаюсь про это поговорить, потому что у меня болит душа за сильный разрыв между обучением и воспитанием в ВУЗе. Вот я согласен с тем... Как ты себе видишь, воспитание в ВУЗе, вот что бы такое было? Вот, вот смотри, я могу привести, опять же, пример своего другого, другого своего деда, который по сталинскому призыву, как он сам это говорил, после войны попал в ремесленное училище в Ленинграде. И он говорил следующее. Я вчера с голой жопой по деревне бегал, а сегодня мне форму выдали, и я почти военный. Вот он в таких словах это описывал. Вот смотри, мне кажется, это очень-очень классный пример. И вот эта история, она ровно так же сейчас происходит. Да. 250 тысяч или сколько там платят за участие в военной операции? Да. СВО или что там, СВО, или, короче, в войне, давайте будем называть, вечно. И, соответственно, и все. А ты живешь в каком-то Урюпинске, столице российской, русской провинции, и ты таких денег в жизни не видел. То есть это твоя годовая зарплата в Урюпинске. А тут ты ее получаешь, ну, сколько ты месяцев, если все хорошо. За риск, да. Да, иногда больше, чем, ну, в лучшем случае, там, семья получит, там, сколько там, пять миллионов, или что такое, если вы дадут. И здесь начинается какая история, что они тоже очень хорошо понимают. Ну, то есть, типа, за что люди готовы. Так это же как раз, наоборот, вкладывается в мой нарратив, это предприимчивость. Просто, как бы, люди используют любые социальные лифты, которые дает им общество. Если есть один социальный лифт, человек будет его использовать. Это же тоже, вот, мне кажется, разница, вот, вот мы говорили раньше про вот эту неспособность или нежелание, или боязнь мечтать. И все равно человек ищет социальные лифты. Я вот, допустим, слушал очень много разговоров с клиентами Skill Factory, когда там работал, и меня поражали эти люди. То есть, допустим, человек работает милиционером в провинциальном городе. Говорит, я не хочу работать милиционером, я хочу быть тестировщиком. И он по ночам, после смен, учится как может. Не знаю, охранник в пятерочке, который говорит, я хочу войти, я не хочу... Он увидел хоть какой-то просвет из него запчел. Очень важный момент. Он увидел просвет. То есть, во-первых, ему показали возможность. И здесь вот, смотри, ты отреагирую на историю... Мне кажется, что предприимчивость, когда ты ищешь возможность заработать через высокорискованные истории, это не предприимчивость, а, ну, из-за какой-то корректной слов выбрать. Высокий уровень терпимости к риску. Это предприимчивость плюс высокий уровень терпимости к риску. Слушай, ну, блин, шанс 30 процентов... Ну, короче, неважно, как это умереть, это так себе... Это невысокий... Ну, у тебя ниже терпимость к риску, я не спорю с этим, но... Не-не-не, это вопрос... Я говорю про вот это базовые ценности, про то, что вот эта внутренняя активность, она есть, просто ее надо как-то... Я бы это назвал какой-то безысходностью. Я просто это назвал бы безысходностью, извини. Ну, то есть, мне кажется, предприимчивость, это все-таки как бы понять то, как можно, не знаю, сделать один плюс один и получить там, типа, пять. Вот это предприимчивость, когда там жатьли через какую-то ценность, а не через торговлю с запрещенными веществами, да, или там через какой-то там рабский труд. Рабский труд, в смысле, нелегальный, то есть не кого-то нанимать, чтобы люди работали за зарплату. Вот. И здесь возникает вопрос, что просто предпринимательства как дисциплины отсутствует, да, то есть сейчас вот пытаются во все вузы запихнуть стартапы. На самом деле, фри достаточно давно и вылетело Зарянин, по-моему, что ли, блин, очень плохо с именами. В общем, есть какая-то классная девушка, которая разработала программу предпринимательства, стартап-предпринимательства для вузов, да, есть целый методич, потом привожим, найдем, привожим. Очень классная программа, прям вот по заветам фри, да, по заветам Рейл Дайлю и всех остальных ребят, столоположников, там, подхода к кастомер-девелопменту, линд-стартапу, вот это все. Так, вопрос, преподают ли ее? Ну, это как факультатив, там, туда ходят, там, 50 человек из тысячи студентов и, мне кажется, даже вопрос не в том, хотят, не хотят люди, потому что то, что делает Аяс, он как раз показывал, что можно зарабатывать, да, легальными способами, может открывать там кофе, может открывать ноготочки, что хочешь, может зарабатывать, показывал, что это, как это работает, да, да, это понятно, что не у всех получалось, потому что там, банально даже по скрипту не всегда получается, когда делаешь, вот, люди не готовы это делать, люди не готовы это делать, потому что у них не то, что нету терпимости к риску или нетерпимости к риску, у них нет понимания вот этой точки А, что к этой точке А можно прийти, у них просто в голове этой картинки нету, Подожди, бешеный спрос на его продукты образовательные, говорит же, ровно обратное. Так, еще раз, у людей изначально, вот, смотри, стоп, стоп, а я сделаю маркет девелопмент, давай просто на этом согласимся, то все хорошо, да, то есть он создает спрос, понимая проблематику, которая есть у людей, у людей нету проблематики, что они не могут открыть салон ноготочков, у людей есть проблематика, что они застряли в своих там 15-25-40 тысячах рублей и не видят способа никакого вообще, даже у них нету представления о том, что можно зарабатывать больше, приходит на самом деле скиллбокс, приходит Аяс, приходит скиллфэктори, скаенг, кто угодно, Яндекс Практику, кстати, вуз не приходит в этот момент, да, и говорят, ребят, смотрите, вот варианты, как вам можно решить вашу проблему, у вас есть проблема, что вы не можете себе обеспечить платную медицину, там, ДМС купить, есть, есть, не можете там купить лекарства, какие-то дорогие, хорошие, буквально там, пластырь приклеить или подорожник, ну, я утрирую, есть ли у вас история, что вы не можете там с семьей съездить отдохнуть, дальше там, в санаторий какого-то соседнего, и всегда плохо, но вот, есть ли у вас там какое-то ограничение, что вы не можете там жене купить шубу, там, машину, короче, когда ты на рекламу вешаешь, вот, была скандальная история, когда там, типа, Скайпро повесил Порш, да, на самом деле, конверсия Владу Калина оказалась намного выше, чтобы ты понимал, можете почитать, конечно, это же в психологии даже обозначено, это по-английски называется Zone of Proximal Development, у нас был великий соотечественник, педагог Выгодский, который, да, который говорил, что, он обратил внимание, что взрослые разговаривают с детьми на языке, который чуть проще, чем язык, на котором взрослые разговаривают друг с другом, но сложнее, чем тот язык, на котором разговаривают дети, и вот эта идея, что у человека есть некоторая, ну, такой фронтир, некоторая граница того, что он понимает про мир, и того, что он не понимает, и ему постоянно нужно показывать что-то близко достаточно к этой границе понимания, но выходящее за ее пределы. И это как раз абсолютно понятная история. Еще раз вопрос, кто это использует? Матаяс использует. Ну, это используют от тех, от тех. Технология, маркетинг. Да, еще раз теперь, но они, и используют те, кто делает, соответственно, вот эту вот рамочную конструкцию в виде государства. Зачастую, да, надеюсь, что они используют, потому что они очень много делают социологии, все-таки понимают, что там происходит, и, собственно говоря, вот заряжают. Это же использовал Трамп, когда у него были выборы, не предыдущие, которые там слились, потому что там нашлись какие-то новые бюллетени, а которые вот он выиграл. И это была задача, собственно говоря, его зятя Джареда Кушнера. Он очень хорошо работал с данными, то есть он там очень хорошо шарил с Бигдат, у него сидел там огромный полигон этих аналитиков, и здесь возникает вопрос, что... Там иногда даже не в штате, там буквально вплоть до домохозяйства таргетинг был. Я упрощаю конструкцию. Вот, значит, и здесь возникает вопрос, а как вообще высшая школа изменилась за последние 30 лет? Никак. У меня есть... Я думаю, что я с тобой соглашусь, скорее всего, ну, кстати, я думаю, что тут не согласится, но да, там в отдельные факультеты пришли там компании крупные, они начали хоть что-то читать, что нужно, да, возвращаясь к Советскому Союзу. У тебя есть ВУЗ, не знаю, там как бы устроены были там связки с предприятиями, преподавали с предприятиями, может быть, и были, но ты точно был распределен, у тебя была какая-то стабильность. Сейчас ты выходишь из ВУЗа, и 60% работает по специальности, ну, там, в каком-то коридоре было исследование, 40% работает не по специальности. То есть 40% людей, которые прожили эти 4 года, они потратили их с точки зрения основной своей цели, которая у них была, там, вот эта вот профессия, помните, они прожили абсолютно мимо. То есть они классно провели время, наверное, может быть, не классно, списывали, может быть, не списывали, сдавали, не сдавали, оставались на второй год. Была какая-то социальная школа, да, вот эта вот интеграция, нетворкинг, вот это все непонятно для меня, потому что для меня все, что неизмеримо, непонятно. Ты же, наверное, лукаешь, неужели ты не делал какие-то проекты с ребятами, с которыми вместе учился? Нет, не делал. Ну а в Австрии, вот с ребятами, с которыми ты в Австрии учился, ты как-то не используешь это? Так получилось. Ну там очень много ребят, которые в Австрии, остались в Австрии. Ну, мы общаемся с ними, какие-то там, ну, типа, знаешь, там в гости друг к другу ездим иногда, общая бьем. Но не серия, что это, знаешь, как-то мне помогло в жизни. Мне в жизни там немножко другие истории помогли. Там тоже условно там нетворкинг, но он был немножко другого, совершенно перпендикулярного к образованию мира. Вот. Значит, и здесь возникает вопрос. У тебя есть запрос, ну, есть ли запрос на воспитание? Ну, типа, вроде он как-то... У меня есть. У меня есть. Не-не-не-не, не у тебя, не у тебя. Я имею в виду, что вот у тех ребят, которые вот в этом исследовании участвовали, там вот это... Есть, мы видим, 44%. Да, вырасти как личность. Я думаю, что... В смысле, вырасти как личность... Я вот очень опасно отношусь... Блин, ты такой дата-дривен, чувак. Тебе 44% людей прямым текстом говорят. У меня есть спрос. Вырасти. Я вам не верю. Нет, стоп-стоп-стоп. Я, знаешь, почему не верю? Потому что я, как заповедовал доктор Хаус, знаю, что люди врут. Здесь они, скорее всего, не врут. Здесь они, скорее всего, для себя это интерпретируют не как воспитание. Я думаю, что для них личностный рост, это значит, что их позиция в обществе, она будет выше. Это моя гипотеза. Потому что я не знаю, что на самом деле они отвечают. Понимаешь? То есть, ну, может, сейчас только тут как бы... Я по этому году козделил своих студентов здесь в Германии. У нас международные студенты со всего мира. И очень интересная подборка. То есть, не знаю, вот у меня есть ребята из Индии, которые первое поколение людей, получивших высшее образование в семьях. То есть, их родители буквально сейчас растят помидоры в Индии. А они вот пытаются закончить магистратуру по искусственному интеллекту. И я с ними много про это говорил. И они формируют три, мне кажется, три или две такие основные идеи. Одна идея. Они говорят, я хочу понимать, как... ну, как структурировать свою жизнь. Вот в очень широком смысле. Вот жизнь сложная. Я это уже примерно понимаю, что жизнь сложная. Но в ней есть какие-то куски, которые мне совершенно непонятны. От того, как взаимодействовать с, не знаю, потенциальным работодателем, до того, как взаимодействовать с другими людьми, вот буквально, с которыми я вместе учусь. Так, чтобы от этого было максимум пользы всем. И я хотел бы получать такой какой-то, не знаю, менторинг или, не знаю, как это назвать, советы от старших товарищей. Это первый запрос. А второй запрос, который мне очень нравится, они подходят... Они прямым текстом пару раз ко мне подходили ребята и говорят, слушайте, а как вы узнаете новое? Вот они в разной... Они по-разному это формировали, формулировали этот запрос, но вот по сути я его свел к этому. Как сделать так, чтобы постоянно что-то новое попадало в мое поле зрения? И они довольно четко связывают вот эти два набора мягких навыков с людьми с высшим образованием. То есть для них со стороны, как аутсайдеров системы, эти два параметра выделяют людей с высшим образованием и людей без. Для них люди с высшим образованием как-то по-другому умеют общаться со всеми окружающими. Это очень важный момент. И новое постоянно потребляют. В том же самом исследовании, которое мы делали в Skype. Люди говорили, я сейчас просто не помню цифры, но какой-то существенный процент говорил, что они не хотят курса, они хотят в ВУЗе учиться. Почему? Потому что как раз у них есть вот этот стереотип, я это так назову, что люди с высшим образованием более успешные. А на самом деле, если ты посмотришь цифры, да, они действительно получают больше денег в среднем, но это не стопроцентная вероятность того, что ты будешь получать больше денег. То есть условно ты четыре года тратишь и тратишь там, не знаю, миллион рублей, если там, не знаю, вышки учатся, три года учишься и на бакалавриате и там 250 семестр стоит, полтора миллиона тратишь и эти полтора миллиона, ну, ладно, с вышкой ты вернешь достаточно быстро, да, но в целом, если ты учишься не в вышке, а стоимость обучения будет не супер дешевле, да, там, не полтора, а миллион, ты не вернешь в Урюпинске. Почему? Ну, потому что вот это роя никто не считает, да, и БУЗ там про это вообще никогда не думает, потому что они тебя не готовят к работе дальнейшей, да, то есть вот еще раз, мислит жесткий, вот это непопадание в целевую аудиторию стопроцентное, невоспитание нету, ну, потому что нет такого предмета, там нету базовой финансовой грамотности еще чего-то, ты про что сейчас говоришь, да, профориентации какой-то, мы очень любили профориентацию, но хотя бы, там, не знаю, карьерные какие-то там, не знаю, курс построения карьеры, неважно, как мы это назовем, вот, да, потому что самая профориентация, это, мне кажется, это, типа, вот, карты Таро разложить можно приблизительно так же, не хочу ни о колобе, здесь там всякие компании, типа, профилы, у них какие-то есть там, а я думал, ты такой, не хочу обидеть гадалок на картах Таро, не хочу обидеть гадалок Таро, значит, ну, в смысле, я просто, я вообще про них не говорил, просто сказал про карты Таро, гадалки, гадалки отличный, хороший бизнес, наверняка, в общем, если пользуются спросом, почему нет, как раз понимают очень хорошо психологию людей, мягкие навыки, как раз прокачиваются, в общем, а те люди, которые ходят и делают всякие заклинания для приворота, ну, окей, ну, что теперь бывает, бывает, почему нет, если не настолько комфортно. С точки зрения return on investment, ты назвал пример Минервы, вот как тебе кажется, есть ли университеты в мире, которые как-то в том или ином виде решают вот эту проблему дыры между тем, что нужно рынку и тем, что дает университет? Минерва, она немножко про другое, это все-таки более такой, как это называется, не гуманитарный, а как уже называется, есть какой-то термин? Социальные науки? Ну, что-то типа того, нет, как там красиво это называется, неважно, допустим, да, то есть это не про конкретную профессию, прям четкую, да, это больше такой философия обо всем, ну, да, мне кажется, огромное количество вузов, которые четко понимают. А можешь привести какие-то примеры англоязычные и какие-то примеры русскоязычные? Давай, англоязычные, значит, если мы говорим, ну, я про этишку очень хорошо понимаю, поэтому, например, университет Иннополис, с которым мы там где-то в середине начали, с чем четкое попадание. Но университета Иннополиса есть программа, которая взята изначально, адаптирована из Карнеги Мелон. Карнеги Мелон это такой прям классический айтишный вуз, то есть, если найти, он больше такой техническо-инженерный, а вот Карнеги Мелон, он больше про вот типа айтишную историю, то есть, не инженерия, в честном виде, а вот больше такая разработка и, в общем, вот эта штука, Карнеги Мелон, четко все понимает, все хорошо зашито. Мне кажется, что любой университет, который, вот в России мне очень нравится все-таки Universal University, да, вот я забыл, как бы называлось, да, вот Британка, это часть Universal University, у них там есть 8 или 9 школ, там есть про кинематограф, про что-то, вот ты четко приходишь, чем будешь заниматься? Я хочу заниматься дизайном, и ты не учишь там какую-то философию, ну, в смысле, там, наверняка учишь, потому что там все-таки дизайн это более такая скультурная история и составляющая, философия, наверное, нужна. Вы там не учишь там интегралы, ну, потому что эти как дизайнеры эти интегралы не нужны, поэтому, когда вот говорят, что в школе, что в вузе, ну, наши есть в ГОЗ, и мы как бы им зажаты. Слушайте, но я видел огромное количество школ и вузов, которые на этот ГОЗ, соблюдая этот ГОЗ, делали такие неимоверные вещи, что как бы, ну, да, посмотрите на School of Advanced Science в Тюмени. Да, это очень крутой пример. И как бы, вот есть Тюмень, я там пришел к ним, ну, я там консультировал Тюменский государственный университет в свое время, там, как раз по продуктовой разработке обучал их там команды, и Тюмень, да, это Тюмень, столица деревень, ну, типа там, как бы, ну, в общем, ладно, ну, кто был в Тюмени, типа, классный город, ну, в общем, кажется, что САСа перенесли туда, знаете, как вот, когда НОО спустилось, в общем, приблизительно. Сибирский федеральный университет тоже интересный, у меня был выпуск, когда про Красноярск, я туда когда-то приезжал, и у них там был очень интересный, они мне в какой-то момент скидывают сообщение, говорят, не хотите посетить наш институт гастрономии? Я такой, наверное, опечатались, наверное, астрономии. Говорю, они говорят, ресторанный бизнес. Мишленовских. Да, там они учат поваров, они учат менеджеров ресторанов и маркетологов ресторанов. Эта программа запущена вместе с тамошним ресторатором, у которого довольно много заведений, и ему как бы в какой-то момент просто возникла проблема, что нужны хорошие кадры, и они, у них там прямо внутри института гастрономии есть ресторан, в который каждые две недели менялся шеф, и студенты учились с ним через вот это такое параллельное обучение на практике. У них все курсовые работы были заточены на какое-то реальное заведение, в котором они что-то там или оптимизировали, или маркетинговую компанию делали, или меню новое разрабатывали, и так далее. И там вот прям это великолепный пример, мне кажется, про связь университета с работой. Тоже добавлю. Сибирь в этом смысле молодцы. Я не знаю, Тюмень, тебе, наверное, тоже идентифицируется себя как Сибирь, да, или нет? Тюмень, наверное, Сибирь, да, скорее, потому что это уже дальше Уралы технически, то есть это за Уральскими горами. Наверное, Сибирь уже, да. Вот. Что еще такого интересного? Мне кажется, что все кафедры, которые создаются с какими-нибудь классными компаниями, типа там Яндекс и так далее, если они все-таки на них, то есть нам надо просто проверять, насколько они сфокусированы, эти компании, потому что на них это может быть какой-то пиар-ход, но при этом какой-то супербольшой активности нету. Они вот про практик-ориентированность. Ну, потому что ты заходишь в Минтруд, опубликовал скиллсеты, не побоюсь этого слова, профессий. Я зашел, мне интересно было, как Минтруд справился с задачей описания профессии продукт. Так. Продукт-оунар, продукт-менеджер. И знаешь, как классно они справились? Они взяли агентство, которое занимается этим образованием сто лет. Там условно не Unusual Concept, а кого-то они взяли там. Ну, я не помню, как название. И я такой, блин, ну слушай, я бы чуть-чуть скорректировал, но в целом 95%... Все правильно. Все правильно. Я как бы со своей точки зрения, мы составляли скиллсеты для методистов образовательных программ, потому что там не было просто такой профессии, непонятно. То есть методисты, которые там какие-то бумажки с нормативами складывают, а тут как бы про этот learning experience design, в общем, там кривые забывания, очень страшные слова, которых там этих методистов в вузах, мне кажется, даже не слышали. К сожалению, они сейчас слышат, потому что они приходят ко мне учиться в School of Education на образование как продукт. И еще там есть достаточно много других классных таких неокурсов с точки зрения профессий про проектирование образовательного опыта. Они выходят оттуда с квадратными глазами, такие, что, почему мы этим раньше не занимались? Вроде как бы все понятно, вы хотя бы выгодского почитали, но не важно. Значит, и тут возникает вопрос, что нету спроса, мне кажется, зачастую. То есть, есть спрос у индустрии, и здесь возникает разрыв. Вот я, когда последний год жил в России, я очень хотел эту тему залидировать, и мы начали даже там договорились с Билайном, еще с несколькими крупными компаниями. Какая проблема возникает? Она двухсторонняя на самом деле. То есть, понятное дело, что вуз вообще мимо индустрии на 90%, потому что у них там всего лишь 10% людей, которые эксперты в отрасли работают. По-другому не получится. Мало вероятно, что они там супер проникают, у них там возникает синергия. Значит, про воспитание это отдельный блок. Меня он не сильно волнует, тебя он волнует, уважаю твоё волнение. Мы вроде сошлись на том, что они не занимаются этим. Да-да, это правда. Главное, что мы с тобой договорились. Значит, а дальше начинается история со стороны работодателя. И там тоже на самом деле цирк с конями, потому что как выстроен процесс. То есть есть нанимающий менеджер, типа Валентин, Валентина, нам в HR, нам нужны 5 разработчиков. Типа какие? В HR BP это называют сейчас, типа, вот, значит, какие? Ну, нам нужно там 3 питомиста и 2, неважно, там, сишника. Не важно. Значит, окей. Дальше, что происходит? Описан скиллсет? Нет. Что там? Есть описание вакансии. Слушай, ну ты мне напиши, кто тебе нужен. Я иду в Headhunter, там, Javist, Ctrl-C, Ctrl-V, короче, компонует описание вакансии. Так, ну, чуть-чуть там подумал, это удалим, это добавлю, типа, пару шуточек, прибалуточек отдали Валентине или Валентину. В общем, Валентин что-то сделал, ну, типа, прочитал, скорее всего, надеюсь, что там все-таки осознанные люди. Ctrl-C, Ctrl-V, на Headhunter обратно. Значит, туда откликаются люди, они, конечно, не считали там, что нужно, откликаются, там, хреновый туча времени потеряна на процессе отбора кого, и там какая-то просто, типа, карта Таро, скорее всего, раскладывает, потому что критерии, скорее всего, там не описаны нормально, кого нам нужно, да, и тебе приходит Вал людей, и ты их просто перекладываешь, там, по какой-то логике, там, 10 на собеседование, да, там, этот занимающий менеджер ближе к пятому собеседованию, окей, или, может быть, к третьему, понимает, кто ему на самом деле нужен был, да, то есть мы уже потратили огромное количество времени, значит, потом как-то компромиссно, потому что рынок дефицитный специалистов взяли, ну, начали работать, да, если это джун, то вообще непонятно, как его анбордить, потому что никаких процессов в компании нету, неважно, какого размера, да, там, если ты не идешь на условные галеры, там, ЕПАМ, какие-то там другие компании, там, вообще с шоу, то есть, ну, не важно, и все, и ты как бы огромное количество времени потерял, непонятно, кто тебе нужен, а потом ты даже не знаешь, как их растить, потому что у тебя нету изначального вот этого снапшота, снимка того, кто он должен быть, да, и не понимаешь, куда ему надо дальше двигать. Я вот еще когда работал в МТС, ну, правда, там это сделано было отулкалово, потому что там надо было хакнуть систему и объяснить, почему мы хотим увеличивать зарплату людям не раз в год, а там, по достижению определенных компетенций. И мы вот эти вот скейлсеты сделали по всем профессиям и понимали, там вот у тебя 6 грейдов есть условно, там вот есть здесь такие навыки, здесь такие навыки, здесь такие навыки, здесь такие навыки, и есть формат оценки, да, там, тест или собеседование, неважно что-то. Вот. Так а в чем проблема? Берешь хотя бы, блин, минтрудовский вот этот вот скиллсет и пытаешься прикинуть, насколько твоя программа в ВУЗе соответствует этому. Я сейчас не говорю про консорциум работодателей и ВУЗов, это вообще какие-то космические технологии, на мой взгляд сейчас, ну, типа классно было бы, я бы вот, я почти это договорился сделать и внедрить, и я думаю, что получилось бы, но вопрос как бы в том, что супербольшой разрыв. Так а у тебя это все под ногами? Ну, я не знаю, бери, ну, когда в SkyPro проектировали вообще профессии, то есть мы стартанули там с четырьмя профессиями, да, и почему их выбрали? Мы выбрали по нескольким причинам. Первое, это то, что эта профессия когнитивно доступна всем, то есть мы сможем научить любого шахтера, как мы с тобой обсуждали, пчеловода, в общем, вот этой штуки. Значит, вторая история, это то, что мы сможем это сделать за, ну, может, в первую, заграниченное количество времени за 10 месяцев. Вторая история, это то, что это востребованная профессия на рынке, что это не падающий спрос, потому что иначе, как бы, иначе вот это, когда я шел, все были хотели быть юристами, потом все были хотели быть экономистами, потом сейчас все хотят быть айтишниками, да, то есть там айтишников тоже много, там, ты можешь быть дизайнером, дата-аналитиком, еще кем-то, то есть вот, чтобы это был не падающий спрос, потому что иначе мы подставим людей, они через 10 месяцев придут, а там уже нету никого. Вот, и третья история, это то, что, собственно говоря, они смогут удвоить свой доход, то есть они сейчас получали в среднем там 25-35, а мы берем профессии, которые на старте сразу же дают тебе возможность сделать этот level up, да, 50, 60, 70, 80, неважно. И вот так, а дальше у нас был процесс, то есть мы определили вот эту верхнюю уровню профессию, потом мы идем, берем экспертов индустрии и понимаем у них, кто нанимает много джунов, потому что на выходе у нас кто получится? Почти что джуны, да, ну, то есть они чуть не очень джуны, смотря как там, они будут активно участвовать в образовательном процессе, если хорошо, то джуны. Как они оценивают джунов? Оказывается, что им нужны там такие-то, 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 то есть мы составляем скиллсет, на этот скиллсет мы нанизываем программу, проверяем, валидируем еще там с десятком экспертов, что это действительно так, потому что там салону мы взяли каких-то там трех, они как бы, ну, статистической погрешности, международный выхлест какой-то быть, просто там. Да-да. Вот, мы заполировали это, чтобы вот этот удав, который салоника съел, был более, более-более фактурным, и, соответственно, начали разрабатывать, а дальше начинается магия, мы собираем обратную связь на первом модуле, перепроектируем его, потому что люди не одупляют, что такое там дисперсия или еще что-то. Да-да-да, но это, мне кажется, любой от тех с этим сталкивается, это весь мой, скиллфактор тоже санитерировался. Как часто, как часто вузы меняют программу? Как часто преподаватель делает КСД, боже упаси, как ты сказал вот сейчас, типа я делаю интервью со своими студентами. Ты спроси преподавателя вышки, сколько интервью он сделал со своими студентами? Ну, я, видишь, я, да, но я пытаюсь распространить эту идею, я говорю другим профессорам, они очень удивились, когда я в середине учебного курса сказал, знаете, мне надо поменять, у нас сделано так, что, значит, описание курса фиксируется до начала семестра, а я пришел к декану и говорю, знаете, нет, у нас будет по-другому. Он очень напрягался, но мы в итоге справились, но и как-то это, на самом деле, когда людям объясняешь, как это сделать, мне кажется, это связано с тем, что с точки зрения дидактики и педагогики людям, которые в итоге становятся вузовскими преподавателями, довольно редко всерьез нормально объясняют, как это должно работать и не дают каких-то понятных шаблонов, которыми можно просто пользоваться, чтобы получался хороший образовательный результат. Это отдельный тоже вопрос, как... часть из них больше бизнесовая, часть из них супер клиент-ориентированная, где-то 3 бизнесовые, там 4, все в остальном вокруг этого. И как бы не сложно дать, это вот обычный курс там, не знаю, за семестр можно дать с 10 встречами, 15 встречами, а нету ценности просто, нет запроса на это, понимаешь, как бы вот история вся всегда, она про запрос. И людям окей, абитуриенты приходят и готовы платить. Ну ладно, платят, там вот моя любимая история про... Посмотрите на затраты на маркетинг вузов. На что они там тратят? Они тратят на баннер на проспекте Ленина на своем вузе, на котором написана приемная кампания с по... Ну там, понимаешь, с 5 мая по 29 июля. В принципе, а им не надо ничего. То есть, если ты как бы топовый вуз, ну там типа, не знаю, федеральный, то считай, что у тебя там конкурс на все факультеты будет не меньше, чем, не знаю, там 3 человека на место. Ну ладно. И получается, что ты всегда работаешь как минимум прошли какой-то гигиенический отбор. Эта история вот на самом деле то же самое про Гарвард. Понятно, вот мы начали с тобой со всяких, как сказать, со всякой инклюзивности, назовем это так, наверное. Я просто забыл, как это называется научно, чтобы никого не обидеть. Инклюзивность как называется? Ну, наверное, да. Ну, в общем, короче, инклюзивность, скажем так, просто немножко инклюзивность про другое, ну какие. Значит, и у тебя идет отбор еще через это. Ну, ты можешь написать там я Native American, хотя ты там, я не знаю, китайцев в этом поколении. Короче, длинная история коротко про Гарвард. У тебя идет отбор топовых студентов. Они уже замотивированы. Они там зачастую, кроме того, что они замотивированы, они еще не тупые, потому что они сдают как бы тест на знания. Они проходят какие-то там собеседования, асессмент-центры с точки зрения там софт-скиллов. У них еще денежки есть. Ну, либо они знают, как найти эти денежки через стипендии, scholarship и все. И у тебя получается, типа, элита. Ну, давай так, ее надо просто не испортить между нами. Да, ну, то есть, типа, тебе надо... Ну, я вот это как раз много думал. Я люблю говорить последний год, что я в детстве прошел через систему фильтрационных математических лагерей. Вот. И я как раз... Ну, это, мне кажется, отдельный большой разговор про то, сколько вообще в современном образовании отбора, а сколько, собственно, образования. Это, я думаю, что мы сейчас не успеем даже обсудить. Я думаю, что краткий ответ. Отбор есть номинальный просто потому, что надо кого-то отобрать. Но если ты посмотришь, что сейчас, почему-то это идет деэвалюация, деэвалюация, да, как это называется? Ну, короче, обесценивание, да? Инфляция. Инфляция, да. То есть, инфляция образования вышла, потому что туда берут всех, ну, объективно. То есть, вот если сейчас посмотришь, там, вот я, короче, сейчас открыл рейтинг стран по доле, да, 54% людей в России имеют то, что называется третичное образование. То есть, это какую-то степень после школы. То есть, включая СПО, на самом деле, там тоже, ну, неважно. очень много, там потом Канада идет 54%, и в Израиле даже 49%, то есть, чтобы понимать, вот в Японии 48%. Подожди, но это все-таки ССПО, давай все-таки, я недавно смотрел здесь про высшее образование в высшем образовании, условно говоря, если сравнивать с какой-нибудь Германией, где больше трети людей с высшим образованием, или со Скандинавией, где вообще до половины людей с высшим образованием России, до этих цифр пока далеко, там 25, по-моему, я смотрел. Да, ну, можно посмотреть. Даже это все тебе создают огромную массу людей, у которых есть бумажка без дальнейшего применения. И эта бумажка без дальнейшего применения, она все дальше и дальше сдвигает как раз выбор в сторону СПО, потому что она быстрее, быстрее тебя выводит, дешевле выводит на рынок труда, а с учетом того, что тебе надо как можно быстрее из своего как-то, хаусхолд убрать ребенка, чтобы он, ну, или там, нахуй оставить, но чтобы, что с дабы хозяйства убрать ребенка, ну, хотя бы, чтобы он начинал зарабатывать какие-то деньги, не там, типа, вкусная точка, да, как бы, ну, как бы, какой-то профессии с каким-то потенциалом, ты готов последние деньги туда вкидывать. На самом деле, вот интересно, что мы, честно, я запускал проекты на разные страны, и очень часто, например, там, в Филиппинах, да, на Филиппинах, там родители и другие члены семьи скидываются на образование ребенка, потому что мы там как раз запускали мастерские программы, мастер в компьютер-сайенс, и, собственно говоря, я офигел, там 90% людей платят своими деньгами, то есть не кредит берут вот именно на эти, и такой, ну, окей, классно, то, что там с кредитными организациями проблема возникла, есть рефокуса, они просто в какой-то момент встали и сказали, что мы не будем кредитовать образование от тех, выгодить заниматься каким-то скамом. Почему мы занимаемся скамом? То, что люди не платят деньги, им возвращают, как бы, ну, типа, не выплачивают им кредит. Какая связь нас с скамом и вашего, в высшем образовании люди платят 90%, с чем-то процентов, платят с деньгами. Вот они собирают деньги, собирают, и они понимают, зачем. Ну, так же, как вот ты привел пример с человеком из Индии, там, или откуда, да, то есть родители сажают помидоры, и последние деньги отдадут, чтобы их ребенок не занимался вот этой вот историей, видимо, достаточно прибыльный, все равно, потому что они имеют возможности поддерживать его обучение в Германии, но тем не менее. Вот, и как бы вузы вообще мимо, да, то есть, соответственно, с ним идут, они не понимают ни зачастую процессы обучения, и потом, как бы, вот можно посмотреть даже у меня в канале, там, мы очень часто делаем всякие разные, там, взаймопосты, да, там, вот приходит аудитория, там, из каналов, там, где наука и образование, очень классный канал, тоже рекомендую, то есть, посмотри по постам, по тональности того, то есть, когда там заходит какая-то новость и серия, что надо более клиентоориентированно подходить к процессу, там, проектировать программы, да, занимаемся нам не до этого, вот, вот этой истории до того, что типа, да, мы преподаем тут высшую математику, какая клиентоориентированность вообще, ну, и у меня, у меня просто, у меня нет ощущения, что, как бы, вот это какой-то вот конвейер был, там, вот определенное время, вот эта инерция дошла, люди не готовы меняться, люди не готовы про онлайн, если там про онлайн еще, как бы, есть какие-то там сверху требования, что тебе надо пройти какие-то курсы, хотя бы, там, какие-то инструменты иметь, использовать, но дальше до использования нету критерия, да, то есть, условно, вот этот вот живгос, он заканчивается по факту, где? Заканчивается описанием программы, на сайте, ну, или там, в нормативной документации, да, то есть, а что внутри, там же никто не заходит в класс, не проверяет объективно, да, то есть, единственная обратная связь из класса, и до него всех вузах, это обратная связь учеников, то есть, если она собирается, ну, типа, системно, это очень круто, и потом можно там, какие-то преподаватели не дают следующие группы, потому что низкая обратная связь, и так далее, так редко бывает, что дефицит, да, как тут сейчас вот на днях я прочитал, нам не нужны преподаватели, которые умеют в ИИ, нам нужны преподаватели, которые умеют вести 10 разных предметов, вот, вот приблизительно, вот это, мне кажется, очень хорошее описание текущей ситуации в системе высшего образования, в среднем, да, понятное дело, есть вот плеяда какая-то вузов, где не все вузы под одной логикой классной, а какие-то отдельные факультеты зачастую все равно, то есть там где-то вот, где там директор, ну, там, или декан, там, кто там, как это у них выстроено, там, директор института, прям, ну, такой эгегей с точки зрения продуктового подхода и ценности, там, как бы, достаточно все хорошо, а, или просто за, за качество, а есть люди, ну, как бы, классные, я там занимаюсь своими исследованиями, я не говорю, что это плохо, да, занимаюсь своими исследованиями, меня никто не контует, там, все по ВГОСам, студенты, там, в среднем довольны, ну, да, никакого вызова нету, да, вот это вот, это мы такие не успокоенные с тобой, да, ты занимаешься какой-то вообще, там, подрывной деятельностью, в общем, пытаешься сломать немецкие, эти, сформированные веками, в общем, устои. Я ничего не ломаю, я только строю. Я, ну, ломаешь в смысле, да, ладно, согласен, ладно, как бы, реновировать, реновировать, значит, я же из Петербурга, я же из Петербурга, мы ничего не сносим, мы все реставрируем, это... отреставрировать, да, вот, и, соответственно, и навести там непоправивую пользу студентам, которые, конечно же, в диссонансе между твоим курсом и соседним курсом, где им там задом к кафедре читают лекцию, там, такие, типа, ну, я надеюсь, что не читают, конечно, так задом. Знаешь, я недавно для себя сформулировал, что самый лучший способ что-то действительно изменить, это убедить людей, что ты возвращаешься к истокам, то есть все по-настоящему великие изменения делались с позиции консерватизма, как бы Мартин Лютер был консерватором, его потом назвали реформатором, да, реформация, а он-то говорил, а он-то говорил, нет, мы back to the basics, мы как бы, это все ушло не туда, а мы обнулим и вернем туда, как правильно, как надо, и я вот, мне кажется, надо так делать, это дает... Ну, либо, если подход, давайте вернемся к подходу Советского Союза, чтобы это была связка с рынком и с отраслью, я согласен назвать это так. Нет, нет, мне кажется, надо возвращаться к Новгородской республике, в котором была, в Новгороде была, был один из самых высоких уровней грамотности в средневековой Европе, мне кажется, надо дальше, еще дальше back to the basics. Ведь вот это то, что делал Залезняк, если вы не видели, к сожалению, скончался несколько лет назад, но такой великий совершенно филолог Залезняк, они раскапывали берестяные грамоты в Новгородские, Псковские, и там огромное количество документов, ровно потому, что очень высокий уровень грамотности, люди на бересте друг другу писали записки, список покупок, какие-нибудь там советы друг другу, письма, и очень много можно узнать. Видишь, какая история? Вот у нас повальная, ну, то есть это как бы назвал цифру 25, но мне кажется, чуть выше, но неважно, даже 30 процентов высшего образования. И надо ли это все? Ну, то есть меняет ли это как-то уровень жизни, там, технологический строй? Мне кажется, такое не меняет. Вот такое в среднем не меняет. Да, да. Вот. И, соответственно, ну, с другой стороны, есть, вот мы там не дошли до этого, мне кажется, там даже в исследовании этого не было, но я видел в других исследованиях, что есть порядка там 3-5 процентов людей, которые идут в университет и действительно заниматься исследованиями. Да, то есть вот эта наукоемкая история. Они меняют? Они меняют. Ну, проблема в том, что их учат как 95 остальных процентов? Никак. Ну, то есть, типа, опять же, это терник звездам. И да, если у тебя хорошие там отношения возникнут с преподавателями, преподаватель действительно стоящий, в смысле, что он, типа, действительно что-то понимает в науке, да, они как вот у нас вот есть в Гарварде бывшая директриса. Вот. И так далее, да. Соответственно, я тоже, справедливости ради, надо сказать, что если посмотреть внимательно, что ей вменяют в вину за плагиат, это довольно сложно. То есть там в основном эти случаи плагиата, это вводные части работы и часто ссылки на те работы, которые она потом цитирует. 11 статей у человека, по-моему, насколько я помню, всего. Еще раз. Вот. Я сейчас не обсуждаю, как бы, качество ее науки, и я не разделяю ее взглядов, но все-таки надо сказать, что те вещи, которые называются там плагиатом, зачастую те работы, из которых плагиат взят, процитированы в той статье, в которой он использовал. Просто там не поставлены кавычки в каких-то местах. Я думаю, что это способ ее. И надо знать, что там в 90-е или в 2000-е годы. Да, это скорее был такой... Я думаю, что там причина другая была. Вопрос, надо было ее за что-то аккуратно уволить, а не за то, что на самом деле надо было уволить. Вот, мне кажется... Там это сложная штука, в нее надо глубоко вкапываться. Я не читал, я просто читал и один, и другой нарратив. Они просто оба... Я еще раз... Я не спорю, как бы... Я не говорю, что там причина в плагиате, на самом деле. Мне кажется, действительно причина нет. Я больше про то, что, типа, человек получает должность не по критериям того, что она двигает науку, или она там хороший менеджер, или что-то такое, а потому, что вот инклюзивность. Я могу утрировать, да, но... При этом... И там... Мы же все прекрасно понимаем, что очень часто должность дают по принципу там сват, брат, другие взаимоотношения в семье. Значит, и как бы... Это всегда будет. Это всегда будет везде. Да, но тут вопрос в том, что критерия сверху и требований нет. Сейчас очень классно, что в концепции 20-30 там дают и деньги, и появляется спрос. Порядное дело, что там не все деньги пойдут туда, куда хотелось бы, но это уже как бы чем богатая тема рада. Но там появляются критерии там трудоустройства выпускников, средняя зарплата, еще что-то. Главное, чтобы они дожали, потому что, скорее всего, там на тормозах все спустится, но хотя бы то, что на это обращают внимание, мне кажется, уже хороший индикатор. Я может быть слишком... Сейчас надо остановиться на позитивную. Я вытащил из тебя хоть какую-то позитивную штуку. У нас подкаст для технооптимистов. Я хочу, чтобы люди в конце чего-то хорошее почувствовали. У нас много всего мы упомянули. Я думаю, что надо будет как-нибудь собраться, может быть, даже еще не один раз и обсудить. Давай напоследок вот на этой хорошей ноте остановимся, но ты еще, может быть, посоветуешь, что почитать. Вот если человеку, вот он слушал нас, и ему было интересно, что почитать или какие ресурсы или какие книги или, не знаю, там, куда пойти, чтобы глубже погрузиться в проблемы современного вузовского образования. Ну, смотри, давайте так вообще... Кроме твоего канала, который называется образование, которое мы заслужили и ссылку на которое я дам. Да. Да, спасибо большое. Значит, надеюсь, что там станет уже скоро 30 тысяч подписчиков. Осталось полторы тысячи. Значит, тут вопрос, наверное, в следующем. Значит, я очень рекомендую несколько курсов. Вот есть курсы Барбары, которые я не помню и фамилию, к сожалению, потому что я очень плохо фамилию помню, потому что я ее не помню. На курсаре я скинул. Курс называется «Как учиться». Да, там, типа, learn how to learn, по-моему, так называется, если не ошибаюсь. Вот. Очень советую. Это просто про то, вообще, в принципе, какие есть проблемы у студентов в процессе обучения. Да, мы все учились. Да, у нас есть всех опыт. Да, нам надо встать около зеркала и сказать, что мы не репрезентативны, мы не репрезентативны, мы не репрезентативны, посмотреть на какие-то подходы, которые хотя бы хоть как-то статистически базированы. то есть на выборке 100 человек, 200, 300, неважно. Вот, лучше, конечно, больше. Потому что, когда мы проектировали в Skyeng, мы брали данные там 150 тысяч учеников в английском языке, брали 10 миллионов уроков и анализировали прям реально, то есть понимали, какие затыки там, с точки зрения, какие темы сложно заходят, какие темы хорошо заходят. Значит, это первая история, вот, курс на Coursera. Вторая история, зайдите, посмотрите все публичные выступления Сони Смысловой и других преподавателей, которые есть в School of Education, потому что Ась Фурсова, которая является деканом School of Education, она собрала суперклассных студентов, суперклассных людей, которые реально эксперты в разных отраслях. Дима Абакумов. То есть я думаю, что с учетом того, что я вот какие выпуски слушал подкасты, мне кажется, если аудитории нравится твой стиль, то вот Сони Смыслова в очень классном стиле, таком же философско-супер-глубоко образованном, с привидениями, в общем, цитат Аристотеля и так далее, и философы других, значит, он умеет, и вот как бы у нее прям... И она очень хорошо с точки зрения доказательного образования, да, то есть вот у нее как бы все подходы... Миша все-таки гениальный коммуникатор, он в проброс похвалил всех слушателей нашего подкаста. Это круто, отлично. Я просто так не могу. Я записывался в нескольких подкастах, я прям чувствую, что уровень моей образованности, в смысле, он немножко смещен в другую историю, да, то есть ты приводишь как-то прям достаешь какие-то цитаты, там, истории из кармана людей, про которых я, ну, иногда слышал, как бы, но вот прям... В этом и идея, мы такой... Это такая шкатулка драгоценности, мы не сидим над ней, мы ее открываем и всем разберем. Это очень круто, в смысле, я просто чувствую себя каким-то таким, знаешь, приматом. Не-не-не, очень круто, очень круто. Значит, смыслово, значит, курс learning how to learn, и что еще? Значит, сори, смыслово, Дима Бакумов, я потом еще, мы накидаем там кого почитать. Есть несколько подкастов очень классных на тему образования и на стыке вместе с карьерой, кстати, тоже, я тоже скину рекомендации, значит, посмотреть на School of Advanced Science в Тюмени. Можно просто посмотреть, там, во-первых, сайт очень такой интересный. Вот, и там сейчас тоже руководит им очень классная девушка, имя, которое, к сожалению, забыл, извини, пожалуйста, вспомнил Ульяна, честно, очень плохо с именами, извините, Ульяна. Ничего, Ульяна, вот, Ульяна, она раньше руководила, по-моему, Росатомовской академией внутренней, корпоративной, вот, значит, и трин-тин-тин-тин-тин, ну, понятное дело, что курсы в School of Education посмотреть на бесплатные, вот, по-моему, по четвергам вебинар в Университете образования и Школы экономики. Все-таки, вот, университет образования, там тоже собрались достаточно, ну, крутые люди, которые не про бумажки, а про смысл, про назначимое исследование, доказательное образование. Я просто заведующий кафедрой тоже был замечен, не могу не похвалить. А в... Ну, есть несколько курсов в целом. В Skillbox есть все, что связано с пед-дизайном, там тоже, ну, на самом деле, я, Альсон Смыслова есть, и Дима, по-моему, Абакумов. Дима не знаю, но эти ребята точно есть. Вот. Что еще посмотреть? Ну, на самом деле, очень много по запросу LXD, то есть не LSD, как запрещенное вещество, да, а Learning Experience Design можно найти вообще в принципе сайтов и... И материалов. ...форумов и материалов, которые, собственно говоря, раскрывают проблематику и подходы. Потому что, в чем проблема педагогики в целом, на мой взгляд? Потому что, ну, как бы, сама педагогика, она осталась где-то вот в районе вот Выгодского в целом, да, и там были исследования на уровне, я сравнил один класс с другим классом, да, то есть они более на таких супермаленьких выборках сделаны. И, конечно же, сейчас в 21 веке, когда у тебя есть цифровые следы по обучению в большом количестве, вот, ты можешь супер делать прорывные вещи, которые будут базироваться на данных. И вот, собственно говоря, вот весь мой подход, если вы почитаете, мы приложим, наверное, там есть выпуск на тему образовательной аналитики, он весь построен на данных. То есть мы делаем выводы не по принципу того, что нам показалось, да, а по принципу того, что реально есть. А еще есть комиссаров и университет 2035, значит, Андрей Комиссаров, он у меня, кстати, ведет рубрику... У нас были спикеры из 2035, да. Ну вот, соответственно, Андрей Комиссаров у меня ведет целую рубрику в канале. Он еще более технократичный, чем я, и вот как раз он там прям супермного исследует аудиторию. Я считал, еще посмотрел Дэлла Джонсона, это человек, на которого я ориентировался там в ряде своих инструментов, которые я внедрял в Skyeng, это человек, который является директором по инновациям на АСУ, Arizona State University. Вот, наверное, так. Круто. Это было очень круто, почти два часа пролетели, как один вздох. Спасибо тебе большое. Сегодня мы говорили с Мишей Свердловым, еще, наверное, поговорим не раз. Если у вас душа болит за образование, пишите в комментариях, делитесь историями своего образовательного опыта, потребностей, чего вообще сделать с вузовским образованием. Спасибо большое, Миша. Да, друзья, всем спасибо большое. Да, а вы не будьте такими душными. Мы с вами встретимся через некоторое время, возможно, через неделю, как повезет, но обязательно еще раз проветримся. Всем спасибо, пока. Проветримся. Субтитры создавал DimaTorzok